Здравствуйте, дорогие друзья! В потребительском мире человек определяет своё отношение к другим людям по критерию «свой-чужой». Точнее, не сам человек, а сознание разделяет людей. И идёт борьба между людьми, в том числе и на почве религиозной идентичности, то есть принадлежности человека к той или иной религии. И вот здесь хотелось бы отметить не к Богу единому, а к религии. В потребительском обществе это порождает споры, распри, войны, борьбу за власть единиц над всем человечеством, потому что они решили, что они ближе к Богу, потому что они себя назначили посредниками между Богом и человеком. Но, естественно, и на их место есть претенденты, которые утверждают массам, что именно их священное писание, толкование являются истинными и неискажёнными, и что именно они могут привести к Богу. Всё же остальное — это заблуждение, ведущее в ад. Тысячи лет есть религии, но нет мира. Религии, которые призваны объединять, разделяют людей. Но разделяют не религии и уж тем более не те послания, которые передавались через её пророков, а разделяют обыкновенные люди, которые узурпировали право на посредничество между Богом и человеком. И вот сегодня хотелось бы затронуть эти вопросы и разобраться в том, что происходит. За что люди убивают друг друга? Чего они не видят, суженные до точки спора? Как создавались Священные Писания? И в каком виде они предстают перед человеком, который искренне стремится и идёт на пути к Богу? Почему так происходит, что вроде бы человек искренне стремится познать себя? Он искренне стремится к Истине, но в то же время он занимается тем, что постоянно доминирует, ведёт борьбу с такими же группами людей, как и он сам. Ну и, наверное, самый основной вопрос — это как нам отделить зёрна от плевел, и как нам не утратить человечность изо всей этой лжи и искажений? Как нам всем вместе уважать и любить друг друга, жить в Любви Божьей, а не просто мечтать об этом, творя противоположное? Я с огромным удовольствием представляю вам участников нашей сегодняшней встречи. Это уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Жанна. Здравствуйте. Таисия. Здравствуйте. И Анна. Здравствуйте. Так или иначе, человек, который был рождён в определённой религиозной традиции или же человек, который ищет ответы на внутренние вопросы, сокровенные вопросы, сталкивается со священными писаниями в рамках той или иной религии. И так получается, что вместо ответов на вопросы в его сознании рождается ещё больше вопросов, потому что он сталкивается с противоречиями в священных текстах. Служители каждой в своей религии говорят приблизительно похожее, что это Слово Божье, что нужно доверять Божественному Откровению, вплоть до того, что нужно даже верить каждой букве. И здесь возникает вопрос, а как вообще создавались и писались священные писания, и вообще в каком виде они дошли до современного человечества? И мне кажется, что на этот вопрос очень важно ответить, потому что действительно очень много людей, которые искренне стремятся к Богу. И на пути на этом стоит сознание, и не только их сознание, но и сознание других людей. Мы исследовали священные тексты, священные писания и исторические факты таких религий, как царастризм, буддизм, индуизм, а также такие мировые религии, как христианство и ислам. И поняли, что приблизительно во всех случаях ситуация одинаковая, что Знания привносились пророками и передавались устно. И уже через какое-то время по памяти они записывались людьми, а ещё немного далее, они отбирались в зависимости от политической воли того или иного правителя, и неугодные источники, неугодные рукописи уничтожались. Далее масса толкований к этим священным текстам, и уже на основании всех этих толкований, многочисленных переводов происходит разделение на различные конфессии, направления, отсечения. И что мы имеем на сегодняшний день? В рамках даже одной религии люди разделены, искусственно разделены на свой и чужой, хотя Бог един. И, конечно, хотелось бы разобраться в этих вопросах, потому что очень важно, чтобы мы понимали, что мы не враги друг другу, что мы все люди — это единое человечество, что мы единая семья с единой духовной целью. И эта цель у нас у всех одна — это цель прийти к Богу. Я, конечно, понимаю, что по ту сторону экранов сознание очень многих людей, скажем, подсовывает картинки негодования относительно той правды, которую я сейчас озвучила. Поэтому для начала я бы хотела привести несколько примеров того, как создавались Священные Писания. И эти примеры приводятся исключительно для того, чтобы вы увидели, как работает сознание, в том числе и ваше сознание. Примеры касаются христианства, Новый Завет. Большинство этих книг было написано в течение двух поколений уже после ухода Иисуса Христа. Я бы сейчас хотела зачитать один исторический факт, то, о чём говорил Евсей Викисарийский. Это отец церковной истории, который жил в III веке н.э. В книге «Церковная история», том 3, мы читаем следующее относительно Евангелия от Марка и того, кем был Марк. «Марк был переводчиком Петра. Он записал всё, что запомнил, и сказанного, и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который, в свою очередь, учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке». То есть, получается, человек в вольной интерпретации передавал то, что когда-то слышал от кого-то. От кого-то, то есть через посредника уже, то есть через… Он, получается, это так. …никогда не был рядом с ним и… В зависимости от ситуации. То есть тебе я могу рассказывать, если мы, к примеру, занимаемся чем-то, скажем, элементарным, мы пытаемся изучить Бхагавадгид, а я тебе могу рассказывать о том, что когда-то слышал от кого-то. Наложит этот отпечаток? Наложит. Конечно. Потому что мы изучаем Бхагавадгид. А с тобой мы, к примеру, решаем какие-то физические задачи. То же самое я тебе расскажу по-другому. Конечно. Понимание будет у тебя одно, у тебя другое, а у меня понимание будет третье. Правильно? Потому что когда я слышал это или услышал от кого-то, мне пришло определённое понимание. А что значит понимание? Вот простой вопрос, друзья. Понимание — это сложение определённых образов. Тот образ, который у меня сформировался, когда я что-то слышал, он будет доминирующим. Разве не так? И опыт, конечно же, тот, который есть у человека… Это если есть личный опыт. Как правило, всё остаётся на уровне услышанного. Опыт приобретается путём труда. Но многие себя не утруждали в трубе праведном, а довольствовались банальным образом. Образ есть, значит, есть понимание. Зачем же мне трудиться, если у меня уже родился готовый образ и понимание того или иного действия? Правильно? Я же уже знаю это. Я не обладаю этим навыком и этим опытом. Я не постиг всей глубины и смысл сказанного, к примеру, пророком. Но у меня родился образ, который у меня стоит определённым паттерном, который доминирует в моём сознании. И этот образ мне же диктует через моё сознание, что ты уже всё знаешь. Ребята, ну а разве мало таких, которые, не прикладывая усилий к саморазвитию, а просто послушал, довольствуются образом, который у них сложился? На этом сознание ловит людей и обездвиживает на пути. Да. Ну ты говорила несколько примеров, извините, что отвлёгся. Спасибо вам. Да, и ещё один пример о Матфее, как раз-таки Евангелие от Матфея. Что о нём сообщается? «Матфей записывал беседы Иисуса по-еврейски, переводил их кто как мог». То есть люди мало того, что записывали по памяти, так и переводил их ещё кто как мог. А потом через несколько сотен лет переводов, различных интерпретаций всё это начали складывать в одно. И опять-таки складывать начали в угоду кому? Христианину, тому, кто любил Христа, уважал Его. Покровителям определённым царям, правителям. Он начал формировать Священное Писание, когда создавал религию. И действительно создавал не просто государственную, а мировую религию. Но для начала он её начал создавать как государственную, как инструмент управления массами, если правду говорить. Но это же так. Язычник Константин, который до последнего вздоха оставался язычником. И лишь когда уже умирал, вот тогда он подвергся обряду крещения, для того чтобы его запомнили. И то по настоянию тех, кто был рядом. Если бы он ушёл с этого мира как язычник, христианство бы не могло доминировать так, как в последующем оно это делало в мире. Потому что его же Создатель, первый правитель, оказывается, был язычник и не принял христианство до последнего вздоха. Ну это плохая реклама. Вот поэтому его заставили на смертном адре принять христианство. Во всяком случае так написали. А что свидетельствуют те, кто был рядом в этот момент? Ничего. Всего лишь есть запись о том, что он принял. История. Но если человек до последнего вздоха придерживается язычества, многобожия, и причём в том понимании, которое это исповедовал Константин, а это, извините, как раз направление было, когда человек в угоду себе, в угоду всему… Такое потребительское отношение древнейшей языческой религии, которую исповедовал он. Он назначал себя Богом, верховным правителем и тому подобное. Что мы можем сказать по этому поводу? Правде, глядя в глаза. Что бы он выбрал и вложил в христианство? Истину? А ведь тогда ещё были, в принципе, и в достаточном количестве истинные последователи Христа, те же гностики, которые действительно несли Истину и Слово Божие в максимальной чистоте. И вот заметьте, они не записывали его, они передавали друг другу, передавали устно, но коллективно. Один человек не имел права, когда нет рядом ещё кого-то, передавать слова Христа как учение. Это делалось коллективно у них. А почему? Потому что один человек всегда исказит. Поэтому группой передавалось группе. И это шла преемственность из поколения в поколение, и старались это всё сохранить. И опять-таки в последующем, когда описывали из агностиков, рассказывали… Это уже поздние времена, когда пошли записи и рассказы. Конечно, там уже много искажений уже пошло. Но тем не менее, даже в поздние времена, описывая агностиков, и христианство как религию говорили, что истинные последователи Христа учили совершенно по-другому и совершенно другому. В первую очередь они учили тому, что Иисус Христос привнёс Любовь Божью, которую даровал каждому, кто её примет, и не может быть посредника между Богом и человеком. Поэтому там было всё по-другому. Но это правда жизни, это историческая правда, которая подтверждается. Конечно, само христианство было реально гимном свободы, свободы и любви изначально. Но вот тоже интересно, что даже до того момента, когда, скажем, Константин объединил и выбрал, скажем, рукописи, которые удобны, ведь… Ну давайте глянем на те же рукописи, на те же Евангелия. Они под копирку, один в один рассказывают то же самое. Сколько лет проповедовал Иисус Христос? К какому количеству людей? Сколько было Евангелий? И есть ещё те же апокрифы и всё остальное. Но ничто не взято. Взято вот очень ограниченная часть. Почему? Потому что, ну давайте прямо говорить, если мы соберём все апокрифы, если мы соберём все воспоминания, то отбросим наносное людское, что получится из того, что учил Христос? Да. АЛЛАТРА. Истинные зёрна и всё. Очень просто. Можно ли на этом построить религиозную организацию, которая бы, опять-таки, использовалась как инструмент власти? Ну давайте честно говорить. Нету страха у людей, естественно, все люди свободные. Конечно. А это совершенно по-другому. Поэтому это абсолютно не устраивало правителей. Никто не говорит, ребят, не надо, что мы там, я понимаю, разрушаем, идём против христианства. Нет, ребят, я сам христианин. Я крещённый, я христианин, я очень люблю Православие. Мы не можем идти против христианства или против другой религии. Но это же правда. А правду нельзя скрывать от людей, иначе заблудиться можно. Мы не говорим, что христианство не способно привести людей в рай. Но давайте посмотрим правде в глаза. Христианство разделилось на множество речек, речушек, ручейков. И каждый вот этот ручеёк говорит, что только они обладают Истиной, держа в руках ту же самую Библию Константина, которая после его смерти тысячи раз корректировалась и вносились в неё изменения. Но это же тоже правда. И вот они, держа вот этот продукт в своих руках, говорят, что это Слово Божье, которое не подвергалось никакому искажению, что оно несёт Истину, но только они могут его правильно толковать. И только через них вы, друзья мои, способны прийти в рай. То есть они держат ключи от рая в своих руках. А остальные — нет, остальные просто балаболы. Ну разве не так? А вот ещё хотелось бы тоже поднять такой вопрос, понять, как вообще работает сознание человеческое, и стоит ли доверять своей памяти то, что передавалось людьми, кажется. Конечно, нашим скептикам и тем, кто брыжет слюной. Ну не они брыжут, а те демоны в головах людей, потому что правда не устраивает прежде всего демонов. И если человек живёт под их управлением, под их руководством, то в нём вскипает эмоция негодования, у него исчезает стремление к познанию. Ему достаточно тех образов, которые в голове, как будто он что-то знает. И этот образ прежде всего — это, извините, то, что не существует. Это дьявольские образы, и они доминируют над жизнью человека. Разве не так? Так вот, для того чтобы эти образы не были вашими путеводителями, не были вашими сусанинами, которые ведут вас в ад, ребят, нужно просто заниматься, нужно изучать. Если ты действительно стремишься к Богу, то прежде всего конкретные личные практики, духовный опыт собственный — вот это самый лучший путь. Правильно? Правильно. И правда. И не надо бояться правды, и не надо вскипать. И уж тем более эмоция, когда люди говорят о Любви Божьей, и противостоящая эмоция, которая, скажем так, пытается облить нас грязью, она идёт не от того, кто может стать Ангелом в вас, а от того, кто этого не хочет. И вы выбираете, кем быть прямо сейчас, в данный момент. И то, что у вас доминирует, тем вы и являетесь. Но запомните, служить заведомо мёртвому — значит быть мёртвым, а жить с Любовью от Живого — значит быть живым. Поэтому не стоит осуждать никого, и уж тем более нас, когда мы говорим правду. А сегодня, я так понял, мы будем говорить исключительно о правде, которая подтверждается исторически, научно. Ну и вообще это является фактом, который не сотрёшь. И даже является тем фактом, который не смогли стереть вот эти посредники между Богом и человеком на протяжении многих веков. И чтобы расставить все точки над «и», давайте скажем так, тысячи лет существуют религии. Они существуют на тех Знаниях и на тех посланиях от Бога, которые через пророков были озвучены нам. И тысячи лет, как сказала Татьяна, продолжаются войны и разделения. А я скажу так, если бы хоть одна религия сохранила учение своего пророка в чистоте, мы жили бы сейчас совершенно в другом мире, мы бы не зациклены были на себе, мы не были бы разделены, мы не воевали бы за эпитеты одного и того же Бога и не переживали кризис не экономический и не уж тем более духовный, мы бы сейчас, и это без шуток, мы бы сейчас осваивали уже другие галактики. А на сегодняшний день мы до сих пор не можем слетать на Луну, не способна наша наука дать нам эту возможность. Сейчас только она над этим работает. Почему? Потому что наука напрямую связана с нашим развитием, порой и не в лучшую сторону. И вот на сегодняшний день у нас доминирует наука на самоуничтожение. Вектор такой у нас. Разве не правда? Сколько у нас уделяется времени, средств и всего остального, чтобы изобрести то, что нас уничтожит? Ребята, мы и так все смертны. А сколько мы тратим сил, времени, средств, просто как человечество, чтобы улучшить жизнь каждому? У нас до сих пор есть огромное число в огромном проценте людей, которые живут за гранью бедности в цивилизованном обществе. Это нормально? Разве это нормально, что до сих пор дети умирают с голоду и умирают от жажды, когда наука сегодняшнего дня способна накормить всех и напоить всех, и обеспечить прекрасную жизнь каждому? И это правда. Те ресурсы, которые у нас есть на Земле, на нашей планете даже, — они огромны. Научные знания, которыми мы на сегодняшний день владеем как человечество, — они колоссальны. Но есть знания, которые превосходят их в миллиарды раз. Но даже те знания, которые есть сейчас у нас, которые даны человечеству, они способны построить Эдем на этой планете. Разве не так? Так что, друзья, кто виноват — те, кто говорят правду, или те, кто поддерживает этот мир в таком состоянии, в котором он есть, в потребительском? Я понимаю, что многие из вас скажут «а что я?». Да то и ты. Мы постараемся сегодня рассказать, что значит внимание человека, его стремление, его желание, чего он хочет, куда он вкладывает своё внимание, то и реализуется. И это действительно так. И действительно так то, о чём говорили все пророки, которые привносили сюда, скажем, те же ключи от рая, как утверждают в религиях. Но на самом деле это не ключи. На самом деле это Знания, которые нужно было брать и использовать. Потому что дорога к Богу, она не терниста, но она и нелегка. Потому что на каждом шаге мы наступаем или на кочку, или падаем во враг, которым и является дьявол своими соблазнениями. Но если мы не обращаем на это внимание, на его соблазны, ведь он ничего не делает, у него нет ни рук, ни ног. Его руки и ноги — это наши руки и ноги, его голова — это наша голова. У него есть лишь шёпот, который он вкладывает нам. И когда мы его принимаем, и вкладываем наше внимание на тот шёпот, который приходит нам в голову помимо нашей воли. Почему помимо нашей воли? Потому что у нас есть выбор, а воли у нас нет. И это тоже правда. Мы можем выбирать между тем, что чувствуем, и тем, что шепчет нам дьявол. Но вот когда мы выбираем то, что шепчет нам дьявол, то как раз мы реализуем его волю. И это правда. Своим выбором, своим вниманием, своей жизнью мы реализуем его планы на разрушение. Я приведу простой пример. Мы все разделены. Разделены на языки, на страны, мы разделены в собственных семьях, мы разделены с друзьями. Ведь порой мы, да какой порой, довольно часто, плюём в спину своему другу, а вместе с другом мы плёвываем ещё кого-то. Так, говорят, работает наше сознание, такая у нас вот психология и нет. Так ведут себя звери, а не люди. И это не психология, это реальное воздействие. Это реально то, чего хочет дьявол, и мы это выполняем. Разве не так? Так. Но должно быть всё по-другому, потому что мы все — одна семья, и на самом деле мы все одно целое. Но чтобы разобраться, почему так происходит, и почему дьяволу так удобно, почему ему удобно разделить наше внимание и рассеять его во множество, я отвечу проще, чтобы мы его все вместе не вложили в одно целое. Почему? Да потому что изменится будущее, если мы все вместе вложим своё внимание в одну цель, потому что эта цель станет реальностью. Ну я думаю, может, если придёт время, мы, может, поговорим и с позиции физики, почему это так происходит, если успеем сегодня. Ну а пока давайте поговорим о тех подменах и изменениях, вот за которые начала говорить Татьяна. Кажется, что они мелочны и не важны. Нет, друзья, не важны. Каждое слово, которое искажает, оно отправляет вас не направо, а налево или наоборот. Представьте, что вам нужно прийти из точки А в точку Б, и вы пользуетесь картой. И карта вместо того, чтобы направить вас по прямой дороге, она вас отправляет в совершенно другую сторону. Вот такой вот сломанный GPS-навигатор, который ведёт совершенно в прямо противоположном направлении. вот эти вот подмены, изменения, искажения истинных Знаний, которые приносили пророки, они и являются вот этим испорченным GPS-навигатором, ведущим нас в прямо противоположную сторону. Но когда мы идём в другую сторону от того, куда мы стремимся внутренне… А все люди стремятся, даже атеисты, они все хотят Любви, все хотят Мира. И в действительности Личность каждого человека, в том числе и атеиста, стремится прийти домой, прийти к Богу, в тот мир, где нет смерти. И это тоже правда, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что мы противостоим этому сами, слушая всего лишь дьявола, слушая всего лишь голос в голове, и перестаём быть человеком, а становимся зверем и живём по его законам. Поэтому мы создаём оружие, поэтому мы разделяемся. Это выгодно и удобно дьяволу, но это противоречит самому пониманию человека, и уж тем более человечества. Поэтому очень важно сохранять в чистоте и целостности те Знания, которые привнесены. А как вмешивалась в это система или тот же дьявол, мы сейчас её как раз попробуем разобрать. Порой люди даже не замечали, как творили это зло. Почему? Потому что они не жили Богом, они не жили Любовью Божьей, они не знали Истины и никогда её не исповедовали. Но они были прекрасные переводчики или же хорошими историками. Они слышали, запоминали, рассказывали так, как могли, переводили так, как понимали, потому что для них это не имело ценности, потому что для них наибольшей ценностью это было уважение других людей. Порой даже переводчики, которые видели, что они привносят изменения и искажают Суть и Истину, они молчали об этом. А некоторые даже пытались оправдаться, но оставляли эти искажения. Почему? Потому что так их принимало общество. А если бы они сказали правду, то и бы общество не приняло. Почему? Да потому что это бы противоречило целям и задачам самой организации, той организации, в которой масса людей стоит между Богом и человеком. Хотя во всех религиях все пророки говорили одно — никто не может стоять между Богом и человеком. Но это правда. Давайте продолжим, узнаем, как работает наше сознание, как те же демоны, иблисы и все остальные, шайтаны, как бы мы их ни называли, но это всего лишь шёпот, который мы превращаем в нашу жизнь. И как этот шёпот менял и искажал Истину, дарованную всем нам? И почему в последующем приходилось обновлять эту Истину? И почему присылались другие пророки с той же самой Истиной, абсолютно одной? И почему мы опять это делаем? Спасибо, Игорь Михайлович. Да. Ну, наверное, хотелось бы начать с самого первого такого момента… Простого элемента. …простого. …это что действительно, когда приходили пророки, то они передавали людям информацию в устной форме, и люди уже в устной форме передавали от человека к человеку. И вот здесь вопрос, а можно ли вообще полагаться на человеческую память? На память и сознание. Да. Вот исследования показали, что, в принципе, любое событие, которое становится воспоминанием, оно уже может исказиться до неузнаваемости. И, по сути, сознание человеческое — это фальсификатор. Оно сохраняет точный образ события только буквально какие-то миллисекунды. А когда включается уже долгосрочная память, то оно искажает полностью событие до неузнаваемости. И вот эксперимент, который, к примеру, хотелось бы привести, это подобен игре детской в испорченный телефон, когда для эксперимента требуется пять и более человек. Первому предлагается прочесть абзац и пересказать его второму. После второй пересказывает третьему, третьему, четвёртому и так далее. И замечено, что уже при передаче от первого участника ко второму теряется до 50% важной информации. А к пятому… Вот займите, друзья, 50% важной информации — это то, что я говорил. Да. А уже к пятому просто доходят какие-то обрывки, которые совершенно никак не похожи на то, что прочитал первый. Правильно. А представьте, когда из поколения в поколение это идёт, то что доходит до нас? Это даже не пять человек реально, это… Да, да. Вот тоже… Это сотни людей. Сотни людей. Тысячи лет, да. Да, да. И вот есть тоже такое практическое доказательство, которое используется в практике судебных разбирательств, там, где от того, какие показания даст свидетель, зависит судьба… Другого. Да, жизнь другого человека. И вот профессор Вашингтонского университета Элизабет Лофтус, признанный эксперт по вопросам памяти, обнаружила, что свидетель помнит в точности, что происходило только, когда рассказывает об этом в первый раз. Это не в точности. Он может описывать образ и увиденное, не понимая даже сути. Там уже могут быть искажения от его отношения к ситуации, от того момента, когда он это видел или это слышал, какое у него было настроение, какое влияние это оказало на него и какой образ у него родился. Ведь он… опять-таки мы возвращаемся к образам, которые включают в себя все наши, так скажем, ощущения, эмоции и всё остальное, которое мы восприняли. И как мы это поняли? И поэтому оно максимально близко к Истине в понимании этим человеком. Извините, я внёс поправку, но это правда. Но с каждым последующим изложением точность таких показаний уменьшается. Даже у одного человека, и не надо передавать. Один и тот же человек, если мы будем расспрашивать у него об одном и том же событии, к которому он был свидетелем или в котором он принимал участие, то по мере продолжения расспросов будут идти искажения. Тем более если одни и те же вопросы будут задаваться другими людьми, и ему придётся 10-20 раз рассказать одну и ту же историю, а судебное разбирательство порой длятся годами, и свидетелю приходится десятки раз выступать. Всё в конечном счёте придёт к тому, от того, что он изначально рассказал, и к тому, что он будет рассказывать на 10-20 раз, там останется процентов 20-25 от изначально изложенного им. Почему? Потому что, общаясь с человеком, задавая ему образы… То есть человек, когда задаёт ему вопрос, он ему насаждает образ. Этот образ начинает постепенно крушить и ломать те образы, которые у него зародились, замещая их другими. И таким образом, что вначале, когда человек первый раз рассказывает об этом? Он рассказывает в отношении того образа, который у него сформирован. А в последующем, представьте, когда с ним поговорили 5-6 следователей, к примеру, каждый… кто-то дёрганный, кто-то нервный, кто-то, скажем так, с напором разговаривал, задавал те же вопросы, но чуть-чуть по-другому, более напористо или ещё что-то. Человек испытывал где-то страх, где-то унижение, где-то ещё что-то. Какие-то переживания, эмоции. И это микрообразы, которые облепливали основной образ, крушили его и создавали новый. И таким образом через 10-20 вопросов у него будет совершенно другой сформированный образ. Но что тогда он говорил откровенно и честно, а что потом он будет говорить откровенно и честно? И вот как раз искусство следователей и особенно судей — это понимать и знать это всё, и всё-таки вытащить эту Истину. А Истина знаете где? Вот в тех 20%, которые остались. Вот они могут являться каким-то определённым базисным фундаментом той истории, которая произошла в действительности. Так работает наше сознание. Опять-таки взаимодействие сознаний между людьми крушит и создаёт образ. Да. Ну вот это практика психолога. Мы хотели бы предложить нашим зрителям, которые, возможно, сомневаются или для того чтобы подтвердить данное исследование, провести эксперимент собственный после просмотра передачи. Можно взять либо эту передачу, можно либо какую-нибудь другую, и после просмотра, спустя какое-то время, попробовать изложить на бумаге, что они запомнили, увидели, и после этого пересмотреть заново передачу и сравнить то, что они написали, с тем, что они второй раз посмотрели на наличие искажений и трактовок, которые просто меняют смысл. На наличие образов, да? Да, на наличие образов. Вот первый образ, который сформировался, тут же его записать, потом пересмотрите. Желательно через два-три дня пересмотреть и сравнить свои понимания с теми, которые вы записали. Но записывать надо более подробно, правильно описывая тот образ, который у вас сформирован. То есть что вы видели, что запомнили. И разница будет существенной. У многих возникнет вопрос, а можно ли избавиться от этого? Можно. Но для этого нужна правда. Нужно жить правдой, прежде всего, внутри себя и не поддаваться на шёпот и на тех комментаторов. Ведь каждый, кто… Даже сейчас вот вы смотрите, друзья наши, а у вас в голове идёт обсуждение каждого из нас. Почему? Ведь мы даём какую-то информацию. Эта информация может рождать ассоциативный ряд как информация, какие-то воспоминания, ещё что-то. Но почему у вас в головах артисты начинают нас обсуждать и обсуждать в целом? Зачем мы это делаем? Кто мы такие? Какое мы имеем право? Ребята, а какое мы имеем право как люди молчать и говорить неправду? Замалчивать ложь? Разве не так? Разве имеем мы право? И ты, мой друг, тоже? Нет, не имеем. Поэтому мы и говорим. А какое имеют право артисты у вас в голове портить вам жизнь? Вот смотрите, я много раз об этом говорил, но скажу ещё раз. Есть люди, которые живут легко, живут в любви и радости. Почему? Потому что они запрещают артистам доминировать над собой, во-первых, а во-вторых, загружать их как баржу плохими новостями, сомнением, всякой грязью и всякими нечистотами. И эти люди подобны птицам. Они летают под небесами в ярком солнце, наслаждаются видением. Это не значит, что они такие легкомысленные или ещё что-то. Нет. Они абсолютно рассудительные, грамотные и умные люди. Почему? Потому что по-другому не получится. И вот эта свобода, которую они получают, она рождается от того, что они перестают жить под диктатуру чужих голосов в своей голове. И тогда они видят правду. А есть люди, которые постоянно слушают этих артистов, которые грузят в действительности как баржу, пока она не утонет, всеми нечистотами. И мы, как люди, вправе выбирать, как нам жить, как птица небесная или как тонущая баржа под грузом нечистот. Мы несем через свою жизнь всё то, что принимаем. И об этом стоит тоже думать. Спасибо большое за ответ такой, потому что, действительно, ты понимаешь, что картинки и образ — это реальный инструмент сознания, который оно когда захочет, когда ему выгодно, в любой момент может подменить, исходить… Он сразу не даёт даже образ порой, а лёгкий шёпот, лёгкое сомнение, лёгкую мысль. Потом, когда мы вкладываем туда внимание, в его шёпот, начинаем слушать и начинаем формировать, вот мы рисуем этот образ. Он может вкинуть нам, опять-таки тот же демон, вкинуть лёгкий контур образа и подбросить эмоции. И дальше, слушая его и руководствуясь этой эмоцией, мы рисуем целую картину из образа. Мы вкладываем своё внимание, мы свою жизнь тратим на то, чтобы рисовать иллюзию. И тогда вся наша жизнь — это просто иллюзия, никому не нужна, бессмысленна. И как бы мы себя здесь не тешили, и чего бы мы не добивались в этой жизни, все наши достижения — это ничто. Почему? Потому что человеческая жизнь очень-очень коротка. В действительности человек живёт одно мгновение, один день, который очень быстро проходит. И стоит ли это тратить на то, чтобы тешиться к какой-то иллюзии, каким-то образом, который не соответствует действительности или может всё-таки взлететь под небеса и быть свободным и вольным, быть честным, быть человеком? Тоже относительно честности, Игорь Михайлович. Вы только что говорили о том, что есть люди, которые знают правду, но молчат. И вот тоже очень интересное встретилось нам исследование относительно того, почему всё-таки люди продолжают искажать информацию, почему замалчивают факты. Ну цифры такие, что более 55% людей замалчивает правду либо о себе, либо о близких им людях для того, чтобы сохранить, как говорится, лицо, для того, чтобы казаться, а не быть. 22% замалчивают эту правду для того, чтобы, скажем, не вступать в какую-то конфронтацию с другими людьми, чтобы не нарушать такие хорошие, добропорядочные… Ход собрать. Сохранить лицо. Сохранить отношения даже хорошие, дружественные с этими людьми… Ложные, но дружественные. Ну и остальные там либо управлять собственными, либо власть… Ну остальные собственные выгоды. Да, то есть… Да, ну то понятно. И ты понимаешь просто, что как раз-таки задумываешься над тем, а если ты молчишь, в какой категории ты людей находишься? То есть ты понимаешь… Категория лжеца. Если ты знаешь Истину и её не озвучиваешь. А другого не может быть, если мы говорим о правде. Неважно, говоришь ты неправду или, зная правду, молчишь. Ты всё равно лжец. Если ты знаешь путь к Богу, но не рассказываешь его другим, ты не пройдёшь туда и сам, потому что, охраняя эту тайну как свою, ты её лишишься, потому что ты лжец. Разве не так? Даже простой пример. Человек знает, чувствует, идёт, но он не ведёт с собой никого, он не рассказывает и не делится ни с кем. Значит, он работает на кого? На шайтана. Раз он работает на этих бесов, значит, он стоит против Бога. И дойдя до самой двери, войти в неё он не сможет. В этом смысл. Представьте, вот мы говорили перед этим о птичках, да? Представьте, птичка, которая начинает грузить себя, как та же баржа. Далеко ли она улетит? Вот мы, в том числе и в исламе, когда изучали как раз-таки ислам, тоже столкнулись с таким моментом у одного из переводчиков ислама, где он знал правду, но, в принципе, скажем, продолжил транслировать и ретранслировать. Может, вот как раз Тая поделится тоже этот момент интересный. Хотелось бы поделиться этим интересным моментом. А перед этим всё-таки мне кажется важным немножко очертить вообще круг и немножко отобразить картину переводов Корана в принципе, потому что всё-таки это важная информация, и к переводу Корана все всегда относятся трепетно. А ты знаешь, сейчас вот у наших зрителей возникнет вопрос, а чего эта девочка говорит о переводах Корана, не соответствуя образу мусульманки, какое она имеет право, и почему она вообще поднимает этот вопрос? Знаешь как? Она просто у нас специалист-эровист, востоковед и просто человек, который искренне… И серьёзно подходил к исследованию этого дела. Так что извините, что она не соответствует тем образом, к которому вы привыкли видеть, человек, который изучал и имеет отношение к науке. Неравнодушный. И неравнодушный. Поэтому имеет право говорить то, что нашла, так как она владеет языками, в том числе и арабским, поэтому могла встречать с источниками древними, более поздними, настоящими. Это то, что о чистоте Корана, о подминах, которые там, и уж тем более с переводами. И на самом деле этот вопрос меня интересовал ещё в университете. Ещё когда мы были в Египте, когда я была и в Марокко, и была в библиотеках, и мне всегда была интересна именно сама суть перевода Корана. Почему? Потому что существуют разные подходы к переводу Корана в принципе. То есть есть переводы смыслов, есть дословные переводы, есть поэтические переводы. Почему? Потому что часть учёных считает, что Коран — это сплошная метафора. То есть значит, что… Заметьте, ребят, вот, друзья мои, вот сейчас она сказала ключевой момент, что Коран — это сплошная метафора. Да. Извините, это Коран. Это то, что сам Аллах через Джабраила передал Пророку Мухаммеду. Это та Истина, которая шла в этот мир для того, чтобы исправить ситуацию с теми искажениями, которые были привнесены людьми под воздействием тех же шайтанов, тех же демонов, как бы мы их ни называли. Но это те искажения должны были быть исправлены, которые образовались после привнесения той же самой Истины Иисусом Христом. Это шло обновление в спасение, скажем, людей и масс. И кто-то позволяет себе переводить это как метафора. Вольнодумие. А вольнодумие — это что? Тот думает, вольна, чья воля? Чья воля? Так же, как и демократия, да? Извините, но это правда. Да, то есть когда переводят Коран, то просто часть людей толкует сразу же его, часть переводит дословно, и часть переводит в стихах. И самое интересное, что несмотря на то, что прошло уже столько лет, не существует единой формулы перевода Корана, с которой бы все согласились, то есть как его правильно переводить. Однако существует множество правил и условий, которых стоит придерживаться человеку, который решил переводить Коран. Наряду с очень логичными для сознания, например, знания обоих языков, конечно же, знания синтаксиса, грамматики, баляга — это арабское стихосложение и так далее, мы встречаем следующее, что мне показалось очень важным. «Толкователь, переводчик Корана должен иметь ильму ладуни — сокровенные знания, открывшиеся ему Аллахом, в итоге его следования Корану и хадису. Потому что в хадисе сказано «Кем бы ни был тот, кто следует приобретенным знаниям, тому Аллах откроет и те науки, о которых он не знал». И тут хочется сказать, что если мы не понимаем исконного смысла, который заложен или в Коран, или в другое Священное Писание, то переводить его просто не имеет смысла тогда, то есть это невозможно. Это невозможно перевести его так, чтобы сохранить саму суть и весь смысл. Это нереально. Если человек не любит Бога, искренне не служит по-настоящему Миру Духовному, то им управляет шайтан. Он обязательно поменяет запятые, но выдаст это так, что ничего не изменено, и будет доказывать, что это истин. Да. К сожалению, это правда. И мы это видим. И вот ты сейчас говоришь о переводах Корана. А если мы возьмём, как менялся язык на то время, когда впервые был написан Коран, и скажем позже, и какие изменения опять-таки привносились сам Коран в первый Коран и в последующий Коран? Да. Но ведь это ж тоже всё проделки, извините, человека слабого Духа. Конечно. Но тут мы тогда вернёмся к тому, как его вообще составляли, потому что… И составляли, кто его, и как его составляли. А давай сначала. Если можно, сначала у меня есть информация, тогда давайте вернёмся сначала. Ну давай сначала, потому что должна быть логика. Давайте вернёмся сначала, да. Забудем пока за переводом и к ним ещё вернёмся. Хорошо. Да. Как составлялся Коран? Да. Это важно. Да, это очень важно на самом деле, потому что вместе, когда исследовали различные религии, различные священные писания, то мы поняли, что на самом деле оно очень похоже. Всё похоже. Всё похоже. И всё идентично. Всё идентично. И составлялся он после смерти пророка. И халиф Осман поручил бывшему секретарю пророка собрать все записи и сделать первоначальную сводку. Получается, бывший секретарь собрал всё, что есть, всё, что было записано людьми. А люди ведь тоже записывали за пророком. Пророк сам ничего не писал. А мы уже знаем, как думают люди, как передаётся информация. Да, да, да. И параллельно с ним той же работой были заняты несколько других людей. И, соответственно, появилось четыре версии заповедей Аллаха и поучений пророка. И вот здесь ключевое. Вот ни в обиду никому скажут. Мы действительно не хотим никого обидеть и подвергнуть сомнениям Коран или какую-то другую религию. Мы сейчас всего лишь говорим о правде. Поэтому уймите своих шайтанов в голове. И вот сейчас было ключевое — четыре версии предварительного Корана. Как такое возможно, если пророк говорил об Истине? Истины не может быть четыре, истины не может быть две, истина может быть одна. И вот здесь как раз отображается, как работает сознание. И когда начали записывать Коран, тогда начали формировать религию, которая тут же начала делиться на лоскутки, то есть флаг, который привнёс сюда пророк, который получил его из рук Джабраила по воле самого Аллаха, люди разорвали. И знамя, под которым должны стоять были все мусульмане мира сего. А мусульманин — это прежде всего тот, кто любит Аллаха. И вот это знамя было разорвано на несколько течений тут же, ещё при формировании самой организации. И об этом надо знать и помнить, когда вспоминаете за Аллаха или за пророка мира. Потому что это правда. И это на совести каждого из нас. Да, и тут ещё такой момент. Я не сказала это, но вот вы сейчас сказали, и я поняла, что это тоже стоит сказать. А вообще почему началась сводка Корана? Потому что появилась нужда в общем законе у халифа-османа, который был бы подкреплён авторитетом пророка. Это тоже очень важный момент. То есть причина того как бы вообще… Формирование организации, которая бы законодательно закрепляла его права и возвышала над всеми. Ложный авторитет такой, да. И вот когда эти четыре редакции были собраны, Осман приказал сделать из этих четырёх одну редакцию, которую потом официально канонизировали в 656 году, а все остальные уничтожили. То есть… Ничего не напоминает. А разве не было до этого того же самого? Разве не похоже это на проделки язычника Константина? Я ничего не говорю, я просто спрашиваю. Решать вам, друзья мои. И вот знаете, что ещё самое… Я даже бы… мне язык не поворачиваться называть это интересным, но это самое невероятное, что именно, казалось бы, вот кодификация Корана должна, наоборот, объединить, была вроде как мусульман. Сам Коран и учение, которое привнёс пророк, он должен был объединить весь мир, всех людей. И все должны были быть мусульманами, потому что ислам — это религия Любви, которая бы объединила всех людей этого мира. Для этого он был ниспослан. И для этого последним пророком был назначен Мухаммед, назначен самим Аллахом. Он был выбран из всех людей, которые жили на то время во всём мире. И что получилось? И что получилось? Спросим исследователей. И как результат кодификации как раз-таки она вызвала разногласия среди мусульман очень острые. Конечно. Потому что многие мусульмане помнили о том, что говорил пророк, потому что не так много времени, не так много лет прошло со смерти пророка. И вот появились как раз различные течения. Совершенно правильно. Так оно и произошло. И плюс появилась заинтересованность у многих создания своих течений. Своих течений. Их назовём, как бы там ни было. Но уже начинали формироваться другие течения религий. Религии, подчёркиваю. Потому что там уже были свои своды законов, а опять авторитетом у них служил сам пророк. Да. Разве не так? Так. Но были и те, кто как первые христиане, так были и те первые и верные, опять-таки подчёркиваю, Аллаху и Пророку, которые сохраняли Истину и сохраняли её долго, на протяжении, скажем так, более чем тысячи лет. Но их было крайне мало, и они не афишировали даже своё присутствие в миру. Почему? Потому что те организации обладали властью, и они прекрасно понимали, эти люди, что против них восстанут все. А они несли на себе ответственность за Истину и крепко держали Знамя Пророка в своих руках, ожидая обновления Истины. Ну и такое есть. Не все люди подчиняются демонам в своей голове. И как раз и об этом, о том, что не надо подчиняться демонам, надо любить Аллаха и служить только Ему, и говорил Пророк. Разве не так? Но тем не менее человеческая слабость, доминирующие образы, желание о власти, эгоизм, гордыня, и те же, кто вас разрывает на части внутри, прямо сейчас многих, это как раз и есть те же шайтаны, которые не заинтересованы в том, чтобы люди были одной семьей. Мы об этом уже говорили. Поэтому и формируются течения, религии, когда Единое Знамя на лоскутке разрывается. Что и было, о чём сейчас Таи говорит. Да. И сейчас уже можно вернуться к переводам, потому что, зная всю эту историю и понимая ещё, что мало того, что проблемы были с кодифицируемым Кораном, так ещё потом проблемы с переводами, нет единой формулы переводов. А понимая то… Вот как вы сказали сначала, это так отозвалось, что на самом деле так много людей, которые искренне, очень искренне идут к Аллаху. И вот как бы на пути между ними и Аллахом стоит, между ними и Богом, сознание ставит как барьеры. И часто эти барьеры даже банальны из-за того, что неправильно перевели. Да. Но дьявол всегда формирует препятствия. Он заинтересован в том, чтобы люди не дошли. Дьяволу невыгодно, когда человек уходит к Аллаху. Дьяволу выгодно, чтобы человек служил ему и после смерти, потому что он является человеком для демона, дьявола, для системы, как бы мы ни называли. Он всего лишь служит источником питания, как при жизни, так и после смерти, потому что, и становясь субличностю, ты всё равно платишь дань хозяину мира сего. Но на самом деле он не хозяин этого мира. Хозяин тот, скажем, кто обладает силой. И вот силой дьявола наделяем мы по глупости своей. Поэтому он и доминирует. Да. И вот один из таких примеров, когда ошибка переводчика, как круги на воде, разошлась просто в столетиях и до сих пор, получается, существует… Я бы хотела начать уже с конкретных примеров подмены, если можно. Ярким примером такого неправильного перевода используется термин, который переводят в писании и в хадисах как «богобоязненность». Я подчёркиваю, его только так переводят. Это не означает, что это есть. В арабском языке этот термин звучит как «таква», и его переводят как «богобоязненность». И он происходит, если мы поищем этимологию в словаре, то есть мы откроем обычный словарь Баранова, про который знают все арабисты, и поищем этимологию, то мы увидим, что этимология данного слова происходит от глагола «охранять», «беречь», «защищать». В изначальной форме ничего не сказано про страх. И если мы потом правильно переведём исходную форму, которую мы переводим как «богобоязненность», то вместо «богобоязненности» будет следующее — защита, оберегание души от того, что представляет для неё опасность. Или бояться Бога, или беречь душу. А что представляет опасность для души? Бесы в голове, артисты, которые вам глупости подсовывают. И вот самое такое, знаете, обидное, что именно данная ошибка — это не невнимательность переводчиков, а, я цитирую, «следование традициям и привычному восприятию», как они говорят. То есть имея знание о том, что данное слово никак не связано со страхом, что тут не говорится о страхе перед Аллахом, переводчик делает в пользу, как он сам говорит, в пользу традиции. Свой выбор он делает в пользу традиции. И дело в том, что вот если человек либо мусульманин сейчас, который смотрит, либо человек, который сталкивался с Кораном, неважно, мусульманин или нет, или человек, которому просто будет интересно, пусть он посмотрит, сколько раз в Коране встречается это слово, которое приводит как богобоязненность, и как оно влияет на настроение верующего человека. Многократно. Многократно, да, очень много раз. И как пример можно рассмотреть кусочек первого аята Суры Анниса «Женщины». Сначала я зачитаю неправильный перевод, вернее перевод, который есть сейчас. Который принятый. Да, принятый. И считается правильно. Да. «У люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас». Тут важно сказать, что как в этом примере, так и в последующих в арабском языке используются все производные от глагола, которые мы только что с вами разобрали. Правильный перевод же будет таким. «У люди, защищайте или берегите вашего Господа, который сотворил вас». Мне кажется, разница очевидна. К примеру тоже. Взять 76-й аят Суры Семейства Имрана. Перевод, который сейчас считается правильным. «Тот, кто честно исполняет условия и боится Бога, увидит, что Бог любит боящихся Его». Правильный перевод. «Тот, кто честно исполняет условия и бережёт Бога, увидит, что Бог любит зачищающих или берегущих Его». А что значит «защищающих и берегущих Его»? Да, тут вопрос. Когда мы, скажем так, берём истинные знания, понимание этого процесса, мы понимаем, что беречь Бога — это значит беречь связь с Богом, беречь вот это чувственное восприятие. И что значит «защищать Бога»? Бог не требует. Ну это смешно, чтобы человек защищал Бога. На этом, кстати, родилась целая религия неправильного понимания, что значит «защищать Бога». Ну такая доминирующая, огромная религия была. Смысл не в этом. Смысл в том, что защищать Бога — это защищать в себе от демонов, в себе же, нашу Любовь и наше чувство, наше понимание Бога, наше понимание Истины. То есть защита идёт внутри, это поле битвы внутри самого человека. И когда мы отстаиваем, нам шайтан в голове говорит, «От Бога ты должен бояться или не любить», а ты это не слушаешь. Не то, что ты споришь с ним, а ты вообще это не воспринимаешь и не слушаешь. Как лает далёкий, лает чужой собаке. Для тебя он не существует. Тогда демон перестаёт об этом говорить, тогда ты защищаешь его. Это не значит, что кто-то что-то сказал, ты на него напал. Ну это же как зверь. Внутри себя главная защита. И когда ты несёшь это каждому пониманию, и пробуждаешь тех, кто спит, и доносишь эту Истину до других, вот тогда ты защищаешь, тогда ты служишь. Тогда это Истина. А когда ты боишься Бога, сидишь, ты никогда к Нему не придёшь. Вот если я, к примеру, ну я не знаю, чего-то боюсь, там паучка какого-нибудь, я его возьму в руки? Да нет, конечно. Извини, вот если бы я вас боялся, разве я сидел сейчас с вами? Если бы такие были страшные для меня, знаешь, вот такая вот фобия была на вас, к примеру. Ну как бы я мог здесь сидеть? Разве что только вот эта вот шутка, извините. Но это правда. Если мы кого-то боимся, мы к нему никогда не пойдём. Мы не можем испытывать чувство Любви к тому, кого мы боимся. Мы не можем чувствовать того, кого мы боимся. Бог — это добро, Бог — это Любовь. это то Высшее и Светлое, что даёт Жизь Вечную. Это то, к чему тянется наша Душа. Она не тянется. Это неправильное выражение даже я сейчас вот сказал общепринятой фразы. А на самом деле Душа принадлежит тому миру, это часть того мира. Это наш портал и наша дверь. Это и есть и райские врата, через которые мы как Личность можем пройти в мир Бога и быть Его частью, став тем, кого люди называют Ангелом, то есть существом бессмертным и существом бесполым. Это также важно, потому что здесь мы все различимы и разделены, там мы все едины. Мы часть одного прекрасного бескрайнего мира. Это то, куда каждый из нас как Личность стремится. И вот представьте, мы этого боимся. Как можно бояться счастья? Ну это же смешно. Но демону угодно, чтобы мы его боялись, ибо дьявол правит через страх. Так же правят и правители — через страх. И очень удобная форма для того, чтобы повелевать людьми как рабами, вот этим посредником между Богом и человеком, навязывать страх, ибо через Любовь диктовать не будешь. Ну как можно управлять через Любовь человека? Только договариваться. Через страх как раз можно и управлять. Отсюда и слово «раб» в исламе и в любой другой религии. Отсюда и страх Божий. Хотя никогда ни один из пророков об этом не говорит. И вот в этом есть. И это надо помнить. Да, про слово «раб» тоже будет сказано. Сейчас все-таки хочется дальше продолжить про богобоязненность, потому что этот термин присутствует в ключевых пониманиях для людей. Вот то, что Вы только что сказали про мир Бога, про рай тут тоже есть. Например, в той же суре, то есть семейство Имрана в 133-м аяте сказано, «Старайтесь заслужить помилование Господа Вашего и войти в рай, обширный, как небо и земля, и уготованный для боящихся Бога». Правильный перевод. «Старайтесь заслужить помилование Господа Вашего и войти в рай, обширный, как небо и земля, уготованный для берегущих, защищающих Бога». Разница есть? Конечно. Существенная, да? Просто для тех, кто хочет понять, какова разница. Когда мы бережём вот это ценное Божественное внутри, мы не пускаем никакую мысль, никакое сопротивление, мы безоруживаем дьявола, мы делаем его слабее, мы тогда волей-неволей становимся служителями Мира Духовного. Мы уже часть его воинства здесь, в темноте этого мира, в этом аду. Почему? Потому что мы несем свет, и мы забираем силу у врага человечества, потому что мы его не кормим, мы не делаем его сильнее. Это правильно, и об этом говорил Джабраил, пророку Мухаммеду. Но что трактуют посредники? Ты должен бояться. То есть дьявол через них управляет варь, и он говорит. Дьявол говорит через тех, кто имеет язык, и через тех, кто его слушает, чтобы вы слушали его и боялись. А что значит бояться Бога? Это значит, я делаю так, как мне вилят, но внутри я сопротивляюсь и я ненавижу, я боюсь. Это отрицательная эмоция, которая никогда не приведёт к Любви и к раскрытию Личности, и сближению Личности с Душой. То есть это напрочь закрытые врата райские внутри человека. И ключ потерян, ибо мы сами этот ключ передаём дьяволу и даём ему право руководить нами. Это очень серьёзно для тех, кто действительно любит Аллаха, для тех, кто уважает пророка Мухаммеда, и для всех, кто любит Бога Единого. Бог у всех один во всех религиях. Не может быть, скажем, множества богов. Бог один. И все, кто это понимает, и все, кто стремятся в Мир Духовный, любят Бога, все и есть мусульмане, как бы мы их ни называли. Это эпитеты. Христиане, мусульмане, любящие Бога. Да, и вот тоже про Судный день сказано. В Суре 77-й посланной, в Аяте 41-й сказано так про Судный день. «Боящиеся Бога будут в тени посреди источников». И вот тут интересно, что тут не одна ошибка, а целых две. Почему? Потому что слово «залляля», которое означает «тень», перевели как «тень», оно означает ещё и «укрытие». В укрытие. Да. И правильный перевод будет «берегущие Бога будут в укрытии посреди источников». Судный день. То есть они будут в безопасности. А перевод вот говорит, мало того, что будут в тени, а в тени прячется только кто. И вот я бы сказал, что всё-таки вот этот Аят правдив. Почему? Если мы посмотрим с другой позиции, то мы увидим, боящийся Бога будет в тени, а в тени живут только демоны. Там, где Ангел, там тени нет. Или я не прав. Видите, дьявол тоже прокалывается. А зачастую он говорит прямо и открыт. Просто заставляет нас понимать это по-другому. И ещё один пример из хадиса, который меня очень тронул. Говорят, что пророк во время хаджа в долине Мина повернулся к людям и сказал, «О люди, знайте, что Бог ваш единый, как един ваш Отец. Ни арабы не имеют преимущества над не арабами, ни не арабы над арабами, ни чернокожие не имеют преимущества над людьми со светлой кожей, ни светлокожие над чернокожими. А если кто и имеет преимущества, то исключительно в богобоязненности». Но если мы переведём правильно, то получится, что… Имеет преимущества. Да, да. Что «А если кто и имеет преимущества, то исключительно в оберегании своей Души». Класс. Правильно. То есть что… О независимости ни от цвета кожи, ни расы. Все мы едины, здесь мы различны. Душа окрас одни имеют, ни пол, ни окрас. Конечно, и во всех религиях, кстати, об этом говорится. И как раз-таки о том, что все люди равны, ведь это есть во многих религиях, в том числе это есть и в христианстве. Да, в христианстве действительно такая цитата есть. Она находится в послании Галатам 3, 28. Звучит так, что «Нет уже иудеи, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе». Все люди абсолютно равны. И это очень ценно, конечно. Да. И тут хотелось бы перейти ещё к очень серьёзной подмене. Когда мы во многих религиях, не только в исламе, мы встречаем словосочетание «раб» Божий и вообще, что верующего называют словом «раб». И если брать конкретно ислам сейчас и конкретно арабский язык, то арабское слово, которым обозначают «раба», оно звучит как «абдун», и оно происходит от глагола «абада», что означает «служить». То есть не быть в рабстве. Ничего с рабством не связано вообще. Прямая противоположность. Да. А почему ввели вообще во многие религии понятие «раб»? Ведь везде это есть, в основных, и в христианстве, и тому подобное. Это как раз следствие потребительского формата, который шесть тысяч лет уже доминирует в нашем обществе. И поэтому рабство — это естественная составляющая потребительского формата общества, в котором мы живём. Кто-то феодал, а кто-то раб. Посредники всегда стремились стать феодалами и сделать нас всех с вами рабами. Это их мечта. На самом деле это то, что им кладывают в голову Иблис. Вот поэтому слово «раб» и вошло, потому что появились посредники. Знаете, вы тут уже про потребительское общество сказали. Действительно, слово «раб» кажется, он там и в христианстве, можно по-разному его переводить, и как раб, и слуга, и тот, кто служит. Но действительно в потребительском формате общества рисуется только один образ раба. Даже если там стоит слово «тот, кто служит», то картинка другая. Бесправное существо, которое должно служить своему хозяину. Да, что это не сердечная привязанность, а другое. И вот смотрите, простая закономерность. Тебе навязывается Словом Божиим, что ты раб, бесправное существо, которое должен служить своему хозяину. И подсказывается, что твой хозяин — это Бог, которого ты должен бояться. Но тут же назначают себя посредниками. Но мы посредники. То есть есть хозяин, а есть его посредники, которые обладают той же властью, что и хозяин. Значит, мы должны что делать? Преклоняться, целовать руки и слушать таких же людей, как и мы, с теми же самыми проблемами, которыми даже в большей степени манипулирует шайтан, и Ибли с дьяволом, системой, и как бы мы ни называли. Но это так. Или я не прав? Так почему? Простой вопрос. Человек, который любит Бога и стремится к Нему, должен целовать руки, преклоняться и слушать тех, кто этого не достоин на пути к Богу. Он должен преклоняться пред теми, кто служит сатане. Вот поэтому был ниспослан Коран, чтобы исправить ту ошибку, которую сделали те, кто узурпировали Знания, привнесённые Иисусом Христом, и сделали из этого инструмент, ну скажем так, плётку для рабов. Из Знаний сделать плеть. И это люди. Простой вопрос. И вот как можно проследить на конкретных примерах, как замена слова полностью меняет смысл аята? Например, в Суре 89, в аятах 27-30, «В тот день праведникам будет сказано, о душа, обредшая покой, вернись к Господу своему, снискавшей радость и довольство, войди в круг моих рабов, войди в мой рай». Вот и правильно. О душа, обредшая покой, вернись к Господу своему, снискавшей радость и довольство, «Войди в круг тех, кто искренне служит мне, войди в мой рай». И вот здесь разница — быть рабом и служить. Это огромная разница. Служить — это значит отстаивать, где бы ты ни был, как раз интересы Мира Духовного, служить исключительно Богу, Аллаху, или как бы мы его ни называли, Он один. Любить Его и служить Ему. Или быть Его рабом. Погоняемый Его опричниками. Но разве у Бога и есть посредники? Разве Он ставил над нами опричников Своих? Хоть один из пророков об этом сказал? Нет. Пророки говорили другое. Пророки как раз и говорили, что нет посредников между Богом и человеком. Так откуда же они взялись? Простой вопрос. Дьявол своих людей поставил в прямом смысле слова. И мы с этим согласились. И мы это приняли. А разве не об этом говорится во всех религиях, в том числе и в Коране? Да, про посредников вообще надо сказать, что это очень спекулятивная тема в исламе. По-другому её не назовёшь, потому что существует такое понятие, что человек, если хочет начать читать Коран, ему обязательно, рядом с ним должен быть имам, человек, который ему растолкует Коран, потому что считается, что человек Коран понять не может сам. Ему обязательно нужен тот, кто… А разве не так в Библии? А разве не так, извините, в Торе? А разве не так в буддизме или ещё где-то? Везде тонкователи, да? Везде должен быть посредник. Дьявол не оставит ни одного, идущего к Богу, без того, кого к нему он приставит. Разве об этом не говорилось в более древних религиях? Поэтому и говорилось, будьте внимательны и идите лишь с друзьями, но не идите с повелителями. Разница есть? Но мы же опять допускаем те же ошибки. Мы начинаем идти к Богу с повелителями, а не с друзьями. Да, и сказано в Коране, что мы не спослали вам Коран, и он прост, мы спослали его простым и понятным для вас. И читайте из Корана то, что легко для вас, потому что он прост и понятен. И о близости Аллаха тоже хотелось бы сказать. Это сура 2, яд 186. Это, мне кажется, очень важно. «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путём». То есть про то, что Бог сам говорит, что обращайтесь и взывайте ко мне, и, быть может, вы пойдёте верным путём. А именно касательно посредников и того, что это запрещено, и в Коране сказано об этом. в одних из самых знаменитых аятов Корана «Аят Аль Курси». Это 255-й аят Суры Корова, в которой всего 286 аятов. И тут, конечно, интересно, что данный аят, он один из самых знаменитых во всём Коране. И именно там сказано про посредников, хотя на самом деле изначально перевели неправильно. «Бог един. Нет Бога, кроме Его, Живого, Вечного. Он не имеет ни усталости, ни сна. Ему принадлежит всё, что на небесах и что на земле. Кто смеет посредничествовать пред Ним, иначе как с Его дозволения?» И это правильный перевод. А в переводах, которые приняты, сказано, «Кто станет заступаться пред Ним, иначе как с Его дозволения?» Но это очень большая разница, очень большая разница в смысле и в том результате, который потом происходит. Здесь получается, что заступаться за кого-то имеют право, потому что сам Аллах назначил таковых. Разве не так? Да, потому что по поводу дозволения вот тому, кому дозволено быть посредником между… Между человеком и Аллахом. Сказано, есть только один. Только одному человеку из всего человечества Аллах доверил это пророку Мухаммеду. А почему же такая симония, извините, что каждый себя считает пророком, достойным быть перед Аллахом, подобно самому пророку Мухаммеду? Почему обычные люди, которые служат Иблису, уподобляются самому пророку и начинают становиться в роли посредников? Хотя даже пророку сказано было, что «иди к людям, но у тебя нет неограниченной власти над людьми». А также сказано, что если бы Аллах захотел, все бы уверовали. Но не в этом смысл. Конечно, не в этом смысл. Зачем Аллаху заставлять его любить? Ведь смысл в том, что в рай должны прийти лишь те, кто этого достоин. А достоин этого лишь тот, кто отказывается повиноваться перед дьяволом и любит Бога своего. Вот только тот придёт. Только через Любовь к Богу можно войти в рай. И только, лишь отказавшись повиноваться дьяволу. То есть, скажем так, простым сленговым словом, не вестись на его соблазны. А он много же соблазнов кидает, лишь бы сбить человека с толку. Поднимает его гордыню, воспевает его эгоизм. Правильно? И начинает уподоблять, извините, простого человека, смертного и грешного, который дня не проходит, и минуты, чтобы он не слушал шипения беса в голове и не воспринимал это как своё. И тут же дьявол ему нашёптывает, что, извините, пророк же тоже был человеком. И он говорил Истину. Значит, ну ты же знаешь Истину, и ты можешь говорить. Значит, ты достоин. Значит, Аллах тебя тоже назначит. И начинается симония. А вот здесь, кстати, можно ответить тоже словами из Корана, потому что это тоже, я читала об этом, это очень серьёзная спекуляция. И есть строки из Корана, которые опровергают такие спекуляции. Неверующие спрашивали у пророка, почему же оттуда не посылают ангелов? Тогда бы мы уверовали. И тогда им ответили, что если бы здесь по земле ходили бы ангелы, посылали бы ангелов. Ну и тем не менее посылают же. Простой пример. А разве Господь не посылал Джабраила, пророка Мухаммеда? А разве не посылал того же Джабраила, или как его в христианстве говорят, дед Гавриила, той же Марии и многим другим? А разве не посылал он сюда ангелов, чтобы помогать людям? Посылает. Я скажу проще. Если есть кому посылать, обязательно пошлёт. Да. Также то, что вы говорили про Иблиса, кого он может искушать, а кого не может. И вот в Суре 15, аятах 39-40 сказано, «Господи, — сказал Иблис, — «так как ты отверг меня, я буду им строить козни на земле и искушать их всех, кроме искренних рабов твоих». Ну мы понимаем, что это… И вот здесь опять подмена раб. Хотя это очень важный момент в Коране. Конечно, это крайне важно. И в действительности это очень важный момент, кроме твоих рабов, но имеется в виду, кроме тех, кто тебе служит. Искренне служит. Искренне служит, конечно. Ибо над ними он власти не имеет. И вот здесь, ребята, вот за что я люблю Коран, в нём очень много истины, в действительности. Да, пусть искажена, да, пусть подмены, но оно есть. Всего лишь надо правильно это видеть. И Коран действительно прост. Он доступен для понимания. И вот прямо говорится, тот, кто служит Аллаху, над тем власти дьявол не имеет. И вот сколько в Коране истины, и всё равно потребительский формат искажает всё. Сколько мусульман в мире. И просто страшно, что живут подменами. И страшно, когда человек ложит жизнь, живёт образами и думает, что он безгрешен, а дьявол его ведёт в ад. Это действительно страшно. И насчёт этого тоже есть аят из Корана? По поводу того, что человек думает про то, что он безгрешен. Потому что сказано в Коране, в 14-й суре, в 22-м аяте сказано следующее. Сказано так про Судный день. Когда дело совершится, дьявол скажет, «Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что вы ранее поклонялись мне». И разве здесь не прав тот Иблис? Прав. Он всего лишь говорил, и он всего лишь шепчет, а делаем мы. Он сам признаёт перед лицом Аллаха, что он бессилен. Он бессилен над нами, пока мы этого не захотим, пока мы не вложим внимания в тот образ, который он нам посылает, в ту эмоцию, которую он нам посылает. Мы вправе принимать или не принимать. Но если мы принимаем её, то дьявол здесь ни при чём. Это мы виноваты. Ибо для нас это является гораздо большим соблазном, чем Любовь к Богу. Для нас является гораздо большим соблазном наша гордыня, наш эгоизм, чем служение Аллаху. Нам проще прятаться в тени, чем быть светочем, рассеивающим эту тьму. потребительский формат. Всё извращено. И дьявол делает человека человеку волком. Но мы можем всё это изменить, если захотим. Разве не так? И об этом сказано во всех религиях. Как бы ни стремился Иблис их исказить, я имею в виду те послания, которые были привнесены, но суть всё равно осталась. Ибо если бы они убрали суть, то их религии были бы непривлекательны. Поэтому они вынуждены были оставить хотя бы крохи, чтобы мы их чувствовали. Но их более чем достаточно, этих крох для истинно ищущих, что подделить зёрна от плевел. Ибо плевела эти негубительны, как мы уже слышали и насколько мы уже поняли. Но когда настаивают на плевелах посредники, то не надо их слушать. Надо слушать сердце своё, надо чувствовать Любовь к Богу. Тогда получишь от него Любовь, когда делишься своей. А от дьявола ничего не получишь, кроме состояния субвечности или ада, говоря языком лилии. Мы выбираем, чему быть, а чего не быть. И по поводу чувств, то, что вы говорите, что нужно чувствовать, тоже существует, помимо аятов в Аль-Курсе, про которые я уже рассказывала, 112-я сура, которая называется «Алихлас». И она, как сказал сам пророк, «Клянусь тем, в чьей руке моя душа». Эта сура равна одной трети Корана. Это одна из самых коротких сур Корана. Она самая глубокая. Да. И это говорит о скромности самого пророка, ибо она гораздо тяжелее, чем одна треть. У меня и заключена вся суть Корана. Да. И название сур очень важно. И здесь мы можем увидеть очень серьезную подмену. Сначала я прочитаю современные переводы, потому что они одинаковы. Итак, название 112-й сура «Очищение веры». Скажи, «Он Аллах единый, Аллах самодостаточный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему». Но в другом переводе мы можем прочитать следующее. Название суры 112 «Единство Бога или искренность чувств». Скажи, «Он Бог единый, Бог вечный, Он никогда не родил и не был рожден, и Ему нет никого равного». Вот, Игорь Михайлович, почему название одной из самых важных сур говорится про искренние чувства? Потому что это самое важное, ибо ключами от врат рая как раз и есть искренние чувства. Другого нет. В этом суть. Спасибо большое за ответ. Вот хотелось бы тоже коснуться темы рая и довольно серьёзной подмены, которая тоже существует. В современных переводах мы видим такой вариант. «Дьявол же побудил их, Адаму и Еву, споткнуться о Него и вывел их оттуда, где они находились», то есть вывел из рая. Но если мы почитаем более ранние переводы, то мы увидим такой вариант. Но сатана искусил их и вывел их из того состояния, в котором они находились. И разница здесь огромная. Получается тогда, что рай — это состояние, и посредством чего, если это состояние может быть? Естественно, что рай — это и есть состояние. Когда человек находится в раю, или, проще говоря, при жизни, вот этой временной, пребывания здесь, он начинает жить уже миром духовным, у него есть рай. То есть когда он полон любви к Аллаху, к Богу, или как бы мы ни называли, к тому единому и вечному, когда он переполнен, и он един с тем миром, для него рай. Но когда он спотыкается через соблазны от Иблиса, то он выходит из этого состояния. И получается, человек сам себя сбивает с пути к вечной жизни, выводит себя из состояния рая. Ну тогда всё, горечь, печаль и непонимание этого мира. И мир становится, хоть и многокрасочен, но с доминацией серого и грустного, когда появляются внутри него тени, в которых и живут все эти твари, убивающие его. Но когда человек живёт чувствами, искренними чувствами, видишь, обратно вернулись чувства, чувствами Любви, искренней Любви к Аллаху, к Миру Духовному, он сам становится этой Любовью. А Ра — это что? Ра — это и есть Любовь. Боже, да. Конечно. И если он живёт только этим, то Иблис не сможет его сбить. Ну опять наш выбор. Что выбираем, то и реализуем. Человек волен в своём выборе. Это его право. Данное ему Богу выбирать жизнь или выбирать смерть. И об этом и говорится. И заметьте, дьявол лишь предлагает, а человек исполняет. И из рая вышли по собственной воле. Всего лишь соблазнившись иллюзией. Хотелось задать вопрос, который у меня возник из общения просто с людьми, которые как-то слышали об исламе, либо сами мусульмане, и из чтения Корана, из чтения толкований. Вот по поводу того, что является самой большой наградой для истинно верующего человека. Потому что я столкнулась лично сама в своём сознании, я сразу сейчас говорю про себя, что и сознание других людей, что когда говорят о высшей награде для верующего, почему-то сразу всплывают картинки про гурии, которые будут в раю, про бесконечность источников и еды, и украшений. Хотя на самом деле… Это ассоциации, это вкладки «сознание работает образами». Да. И самая высшая награда. Ну какая может быть самая высшая награда? И здесь опять-таки услуги дьявола. Он как в супермаркете предлагает всё, что как бы цена в этом мире. Ну не для всех, далеко не для всех. Но он предлагает земные ценности, потребительский формат такой вот. Выбирай, то тебе будет и в район. Но если ты выберешь в этой жизни рай как достижение, скажем, благ земных, то земными благами ты и останешься. Ибо высшая награда для того, кто служит Господу, это Его Любовь, это Жизнь вечна, это стать частью Мира Духовного. И всё. То есть это та суть и та сила, которая формирует всё, в том числе и супермаркет. Так лучше быть источником сил или тем, что из него формируется. Вот ответ. По-моему, разница есть. Но подмены идут серьёзно, когда человек перед выбором. И опять-таки надо понимать и дьявола, и не стоит его сильно осуждать. Его вина лишь в том, что он постоянно испытывает чувство голода. Всего лишь навсего. Но мы же его кормим, и мы наделяем его силой. И чем больше силой мы его наделяем, тем сильнее он на нас действует. Всего лишь навсего. Но когда мы искренне служим лишь Богу, когда мы отказываемся от этих предложений супермаркета, которые он нам подсовывает, когда не живём мы собственным эгоизмом и гордыней, тогда мы обретаем всё. А в противном случае мы теряем всё. Очень просто. Разве не так? Так. Поэтому и Коран очень прост. Просто как истина. Да. Потому что там сказано, что наивысшая награда для верующего, она заключается в том, чтобы узреть лик Аллаха. Правильно. Но это всё равно человеческое, всё равно образ. Да, конечно. Всё равно. Ну правильно. Как можно в трёхмерности передать саму суть для понимания, особенно людей, которые только соприкасаются с Истиной? Высшая награда — это узреть лик, то есть стать его часть. Всё просто. Также в Коране говорится про сотворение человека, про то, что человек сотворён дважды, и про сотворение человека вообще. О том, что человек сотворён дважды, так же говорится и в других религиях. И это действительно так. Человек сотворён как зверь, и человек сотворён как человек. Ну если так, скажем, говорить прямо так, как оно есть. Вначале был создан сосуд, зверь, а потом у него была Вселенная Душа, то, что отличает человека от всех зверей. Вы знаете, что самое интересное? Что говоря языком физики современной, ну в частности квантовой механики, это подтверждается. Наука подтверждает, что человек — это наивысшее создание, ну по крайней мере на Земле. Хотя, честно говоря, насколько мы знаем во Вселенной, нет ничего и никого выше человека из всех созданий. Потому что человек подразумевается, в данном случае это не двоногое существо с двумя руками, двумя ногами, вот такие, какие мы видим друг друга и привыкшим к образу, а человек подразумевается, в данном случае, это как наличие Души и Личности, ну и, к сожалению, сознания. Почему, к сожалению? Ну потому что, если бы не было сознания, все мы были бы ангелами. Ну так же? Так. И по этому закону существует вся Вселенная. А это, друзья мои, это не фантазия, а это реальность. Это миллиарды и миллиарды населённых планет, это миллионы различных рас и наций, скажем так, ну говоря нашим земным языком. это множество разумных и высокодуховных, и менее духовных. Ну этого много. Но все отличаются одной чертой — способностью к творению и правом выбора. Ну к этому мы, может быть, ещё вернёмся. То, что Вы говорили, что человек — величайшее создание во Вселенной, об этом же есть упоминание в Коране, когда Аллах сотворил человека из глины и сказал Ангелам, 40, 15, 29 аят, «Когда я сотворю его и вдохну в него Дух мой, падите пред Немниц и преклонитесь». И тут это тоже момент для спекуляции. Это очень серьёзный предмет для спекуляции. Почему? Потому что вот в другой религии появились такие посредники, что начали даже указы писать Ангелам. Что имелось в виду преклониться пред человеком, принять его как равного, ибо в нём Дух наш, не мой, наш. В Коране, в отличие от других религий, Аллах говорит «мы». Ибо Бог, Он един во множестве и множественен в единстве. И это мы можем найти в более древних религиях. Ибо Бог — это и есть Мир Духовный. Это и есть то, что его объединяет. Это и есть… Ну вот давайте скажем так, простым понятным языком мы опустимся с самой большой вершины мира к самым простым, элементарным, понятным вещам. Муравейник. Каждый муравей есть. В каждом муравье практически нет разума, рефлекс. Но муравейник обладает огромным разумом. Понятно выражаясь? Бог не имеет образа. Поэтому Он и не имеет, что Он необъятен, Он бесконечен, и Он всесилен. И Бог — это всегда мы и никогда Я. А что рисует нам сознание в силу других религиозных взглядов? Не Корана, а других религиозных взглядов. Образ, образ Бога, как, извините, некой персоны с бородой на тучке, на троне или ещё что-то. И опять-таки древние мифы, как рисовали Богов, да, то есть когда было многобожье, тому подобное, ну тут мы уже разбирали, рассказывали, что это исторический факт, а не вымысел и эллифские времена. Но опять человек всегда стремится уподобиться к чему? Уподобиться Богу. Почему? Потому что человек изначально является частью Мира Духовного, но также изначально он является и смертной тварью, как дьявол, как весь этот материальный мир. И лишь человек выбирает жить или умереть. И то, и другое имеет право на существование. Ибо так сказал сам Бог. Да. Также хотела сказать, что в Коране 114 сур, 113 из них расположено в порядке от самых длинных до самых коротких. И если мы начнём, например, читать Коран с конца, то мы увидим самые короткие суры, которые являются очень понятными и очень важными. А которые являются основополагающими всего Корана. Потому что Коран — это ещё и свод законов, толкований, и многого другого. Коран — это ещё опять-таки люди формировали как некое пособие для управления массами. Давайте правду говорить. А суть самого Корана заключается как раз в нескольких сурах. Всего. Несколько. Которые говорят о сути Корана. А то всё как можно, как нельзя. Обычная человеческая жизнь. И вот здесь в суре «Ночный путник» как раз говорится о создании человека, о том, из чего он создан. Сначала я прочитаю перевод, который считается классическим. «Нет души, при которой не было бы хранителя. Пусть посмотрит человек, из чего он создан. Он создан из изливающейся жидкости, которая выходит между чреслами, то есть поясницей, и грудными костями». И вот здесь мы имеем, наверное, случай абсолютно неправильного перевода, потому что правильный перевод последних строк будет следующий. «Он создан из воды, которая изливается из места между позвоночником и грудью». Душа, место расположения души. По конструкции человека и не мы придумали, друзья, это. Это описание древнейших религий. Эти изображения есть, и они находятся ещё с тех времён, как говорит современная наука, что тогда только появились человекоподобные обезьяны. Вот тогда уже были рисунки, изображающие конструкцию самого человека. И вот как раз между позвоночником и грудью это центр является энергетической конструкцией человека, ибо душа, она не находится в теле физическом, а находится как раз, если говорить современным языком, в энергетической конструкции. Как раз это та зона. Что значит «изливается вода»? Давайте представим, когда давался Коран и когда говорилось, «Сейчас мы можем оперировать электричество, различные поля, какие-то сильные и слабые взаимодействия между частичками и тому подобное». И всё нам это понятно. То есть есть энергия, есть всё. А раньше было понимание то, что течёт, то, что не течёт. Вода течёт, энергия течёт. Это то, что давало чувствование, то есть ощущение и восприятие некое. И вот в действительности, когда человек в Боге, когда он действительно в молитве, когда он раскрыт, когда он чувствует эту любовь, он чувствует, как с оттуда всё изливается и как он наполняется красотой этого мира, как он наполняется Любовью Божией. И вот это и есть, вот это состояние возвышенности и наполнения. Поэтому и писали, ну они же не могли тогда оперировать, вот там прана поднимается, когда говорят, языком Востока или ещё что-то, и лицы изливаются. Ну это говорили, течёт вода. Но это говорили о фактических, даже физических ощущениях, когда выполняются правильно определённые практики, а практики, извините, тоже давались. И тоже они исполнялись и первыми христианами, и первыми мусульманами. И потом это всё перешло в мантрическую форму, убрались действия, они заменились театральщиной, но остались мантры. Ну и получается, что имеем то, что имеем. Так проще так понять и толпе, так проще управлять. А в практике они зашли в такое закулисье, вначале было тайно-знание, которым только жрецы владели. Ну как бы они держали ключи края в своих руках, но на самом деле всё тратилось. Ничего там сложного нет, и всегда это всё было открыто. Ну люди любят возвеличивать то, чем не пользуются, делать тайные действия изъявлено. Так устроен мир наш потребительский. И про создание человека тут тоже есть интересный момент. В 96-й суре сказано, что Аллах создал человека изгустка крови. Вот интересно, что в арабском языке сгусток крови — это алякун, и есть моменты в арабском языке. В арабской письменности существуют такие понятия, как огласовки или как их называют харакяты. Это чёрточки, сверху и снизу слово, которые объясняют, какая сейчас будет гласная, то есть а, у или и. И если посмотреть то же слово с теми же буквами, но с двумя изменёнными харакятами, то мы видим, что слово «илькун» означает «драгоценность». Тут, конечно, возникает вопрос. Зная о том, как писался Коран, я имею в виду записывался, что его, бывало, просто переписывали… через сознание, через всё. И это даже не буква заменена, это просто заменены… Смыслы. Да, да. Маленькие чёрточки. Суть изменена на то, что люди понимают и представляют. Поэтому наделилась кровь тем, чего она не имеет. Убрали драгоценность, убрали ту жизнь и оставили что? То, что понятно. Что даёт в простом сознании человека, в его образе жизнь? Кровь. Если мы её сольём, её в жизни не будет. Ну как бы все видели и понимали. Ну так оно и пошло. Да, конечно, разительное отношение. А потом это опять-таки инструмент для чего? Для спекуляции. Да. Из глины и крови или из глины и истинной драгоценности? Конечно. Да, как говорилось в 32-й суре, в 7-м, 9-м аятах. Ну а подождите, там же говорится опять-таки, что вдохнул, то есть и Дух самого Аллаха, Дух самого Бога. Это опять-таки человек наделён Святым Духом. У него вошёл Дух Святой. И он поддерживает эту жизнь, и он даёт эту жизнь человеку. Ну так же же? Да. Так же. Но об этом говорится и в других религиях. Это то, что не могли убрать. Но всё равно истолковали по-своему, перевернули по-своему. И попробуй, пойди разберись. Да, и здесь естественно, когда ты начинаешь это всё читать, сопоставлять, без поводыря трудно. И вот тебе поводырь. То есть мы берём простую вещь, усложняем, да нельзя, а потом даём того, кто тебя будет учить этому. Но он, извините, посланник Божий, и должен ты к нему относиться с уважением и слушаться как раб, и не должен сомневаться в его словах так же, как и в Святом Писании, ибо это всё от Бога, и не скажено в ней, извините, ни одного знака, ни одной буквы. Ну так же ж. И что мы видим по факту? Это так, слегка-слегка пройдясь, а если углубиться в изучение? Но не для того, чтобы разрушить Истину, а для того, чтобы очистить Истину. Не путайте, друзья наши. Мы это сделали не для того, чтобы принизить что-то, а чтобы возвысить то, что спрятано в плевелах, и не для того, чтобы сбить кого-то с пути, а для того, чтобы укрепить на пути. Но Иблис хочет рассказать вам другое. И вот здесь выбор за вами. Правильно? Да. Правильно. И как мы видим в исламе, как и в любой другой религии, очень сильно заметно влияние человека. Не просто человека, а жаждущего власти и живущего потребительским форматом мышления. Всё просто. Так же и в других религиях всё это. Правильно? И можем найти много. Но я понимаю так, что это всего лишь часть того, что мы заделали сегодня. Да, конечно. А на самом деле всего гораздо больше. Гораздо больше. За всеми этими подменами они как такая яркая мишура, отвлекающая внимание. А за ними часто многие не видят эпитеты Аллаха, которые всегда милостивы, милосердны. А в суре 85-й, в 14-м аяте сказано, что он полон любви. Конечно. И вообще, что Аллах — это тот, кто любит. Он тот, кто любит всегда человека. И что то, чего мы касались в начале передачи, того, что воистину достоин будет тот верующий, кто творит благие дела из Любви к Аллаху, а не в ожидании наград. Конечно. И я считаю это очень важной частью в Коране, потому что про это говорится везде, из казнасти. Ну это одна из основополагающих истин самого Корана. Впрочем, как и любой другой религии. На этом религии и держатся. Вот видите, они оставляют немножко истины и добавляют своего желаемого человеческого, обычного. То, что сейчас Тая рассказывала, слушая, я понимаю, что действительно практически под копирку всё повторяется как в буддизме, так и в индуизме, брахманизме. Одинаково идёт даже обоснование, почему нужны посредники. И вот заметьте, друзья мои, как раз опять-таки почему так происходит. Потому что дьявол действует абсолютно шаблонно, он использует простой рабочий инструмент. И ему не надо выдумывать заново колесо, если оно есть. И во всех религиях, и в древних, и в более поздних, и в последних религиях он использует простую, банальную жадность человеческую, наша с вами слабость, которую он же и формирует для того, чтобы искажать Истину. И на самом деле не дьявол искажает, мы искажаем. Поддавшись на его соблазны, мы промениваем Вечность на иллюзию какого-то посредничества, какой-то власти. Да нет никакой власти. Всё это глупость. Проходит, как и жизнь, мгновенно. Разве не так? Но люди творят это. Буквально по нашёптыванию какого-то демона в голове. Просто, ну смысл один — исказить Истину и сделать из будущих Ангелов настоящий храм во себе. Так же? Вот поэтому оно всё идентично. Во всех религиях, то есть во всех привнесённых Знаниях, которые сюда приходили, один и тот же конец. Разве не так? Люди всё искажали и переделывали по научению сатаны и создавали первое, что посредники появлялись. Всё искажалось и превращалось в инструмент манипуляции массы. Печально. Но правда. Спасибо вам большое. Это большое понимание даёт. И пример, о котором хотелось рассказать, это пример брахманизма в Индии, когда он формировался и специально была создана как бы и каста людей, точнее, это каста людей, которая специально создала под себя, можно сказать, и тексты, и систему. То есть древние знания индийские, которые до этого очень долго передавались устно, они в какой-то момент были систематизированы, записаны. И так это всё было выстроено, что в точности, как ты рассказывала, что обычный человек с другой касты, варны, он не мог бы понять эти знания без трактовальщика, без брахмана. Любой какой-либо ритуал он не мог бы совершить без этого брахмана. Получается, они, можно сказать, выстроили систему, которая затем на протяжении лет продолжала и сейчас продолжает функционировать, как бы обеспечили, можно сказать, своей касте такую и… Безбедное существование. Безбедное существование. И неудивительно… Давай называть вещи своими именами. Да, безбедное существование… Мы говорим о потребительском формате, и это всё всего лишь следствие того же потребительского формата. А в нашем аду с потребительским форматом, вот этой диктатурой, естественно, что преследуют люди? Более сытую жизнь. Ну да, безбедную жизнь, возможности иметь какой-то статус, в том числе власть. А это как раз всё то, что присуще этой касте. И неудивительно, что считается, сколько каст в Индии существует, что именно брахманы они реже всего как-то переходят из своей касты, ну то есть в другую, потому что неудивительно, они же для этого её и создавали, чтобы поддерживать в этом статусе себя и своё поколение и так далее. И интересен тот факт, что получается, что они сделали, когда разрабатывали разные веды, то даже поделили, кто какую веду может трактовать, какая разновидность брахманов, в какой веде будет давать свою… ну то есть позаботились, можно сказать, о том, чтобы на всех уровнях была возможность у них разветвления, что вот если эта веда этот брахман трактует такого рода, это такого рода трактует. То есть они… Обеспечили работой друг другом. Да-да-да, брахманы-жрецы, это когда разные ритуалы они осуществляют. И что тоже интересно, что одно из наименований брахманов – это также, как подобное богам. И брахманы – это как люди, и это же тексты, и это же название брахмана… Мне кажется, мы как раз темы лингвистики касались, да, даже в таком аспекте они запутали людей, что это как бы одно слово, на котором называются и тексты, и сами люди-жрецы, и верховный брахман. Так вот, в Шатападха брахмана говорится, что есть два вида богов – те, что являются богами, и те, что поют славящие их гимны. Между ними следует разделить жертву, богам – жертвенные дары, а человеческим богам, учёным брахманам – награду. То есть получается, что их приравняли, ну они же себя сами в этих текстах, приравняли к брахману, к богу, и как бы… Это мечта любого посредника, приравнять себя к богу, да, и наделить себя теми же правами. Ну и вот здесь есть один маленький нюанс. Они обязали паству или рабов своих приносить дары и награды. А если бы вот создали такую вот, скажем, религию, что во имя бога, посредника, ну скажем, хотя бы кололи немножко иголочкой, я думаю, желающие бы не на... И ничего и при этом не платили. Нашлись бы желающие служить верой и правдой и быть несколотым толпой, нет? Вряд ли. Вряд ли. Я тоже так думаю, да? А какая разница? Ведь это действие, действие физическое. Что мы приносим жертву, что мы даём какую-то награду, то есть мы делимся частью собственной энергии, своим имуществом. И вот получается, раз мы это передаём богам, а на самом деле богам они ничего передать не могут, ну как они передадут? Он обычный человек. Он в себе одно и второе забирает. Ну так же ж? Так же ж. То есть таким образом он обеспечивает себе жизнь. Но это же действие. Такое же самое действие мы можем использовать, это колоть иголочкой. Это же наше действие. А какая разница? А он, как человек верующий, который стоит между Богом и человеком, и учителем, он должен искренне любить, ибо это будет ощущение боли, которое он берёт на себя страдания людей таким образом. Смотрите, какую я хорошую придумал сейчас концепцию для Брахмана и жрецов, но они вообще-то такого не написали, да, в Брахмана, как в текстах, не захотели. Да, ничего не получать, только, извините, каждый день быть поколотым. Вот что они захотели, так это согласно комментариям, то они захотели четыре формы платы. Это золотом, быками, лошадьми или одеждой. И всего лишь? Ну там ещё, по-моему, в какой-то из передачи говорили, что где-то там ещё были и наложницы, и золотые храмы, и всё золото. Подожди, а на сегодняшний день, насколько я знаю, это и Роллс-Ройсами, и квартирами в Лондоне. Ну значит, это там уже всё прогрессировало. Вместе с потребительским обществом его последствия прогрессируют, ну получается, с Роллс-Ройсами. Да, да, ровно в зависимости от этого. Лошадей поменяли на Роллс-Ройс. Да. Ну то есть и таким образом просто видишь, что конкретный факт, который из этого видится, что это же писали, они сами же это и написали, чтобы… Вот можно я вставлю? Ибли сможет соблазнять вас на это, и обещая вам вот лошадей там, кого ещё там, одежду, золото, Роллс-Ройсы, поверьте, оно того не стоит. Всё изнашивается и всё ломается. Одежда изнашивается так же, как и наши тела, ибо это и есть наша одежда. Роллс-Ройсы ломаются, как обычные автомобили. Золото, да, оно не портится, оно обесценивается, когда касается здоровья и жизни. Ничего это не стоит жизни. Ничего. Поэтому прежде чем мечтать о статусе Брахмана, подумайте о конечном результате, подумайте, что будет завтра. И ведь ваша жизнь всего лишь один день, который очень быстро проходит. Не стоит оно того. Но узнать, как оно формируется и почему это делается. И когда ты идёшь и несёшь дары кому-то, подумай, кому ты несёшь. Но я вам скажу честно, Господь ничего не получит. Он не принимает такие дары. Причём тут ещё интересный момент, что ведь эти дары, они зачастую просятся за ритуалы, которые люди совершают с целью таки обретения определенных материальных благ. То есть они хотят благополучия в материальном мире и совершают для этого ритуал, для этого задабривают Брахмана, чтобы он обеспечил им… То есть это не что, но это просто магия. И вот Анечка сказала, это просто магия. И это всё под видом приношений самому Богу, на самом деле приношения дьяволу. И когда вы несёте вот это ради того, чтобы свершили ритуал и вы получили что-то физическое, неважно, будь то здоровье, будь то какая-то материальная прибыль, на самом деле вы несёте дары самому дьяволу и просите его приспешников, чтобы они свершили какой-то ритуал. Вы представляете? Вы совершаете сделку с дьяволом. Ради чего? Ради того, чтобы получить что-то материальное. И тем самым вы отказываетесь свершая сделку с дьяволом, вы отказываетесь от Любви Божьей, вы отказываетесь от будущего, вы отказываетесь от Вечности за какие-то мгновения. Это правда жизни. И об этом, кстати, говорится и в Коране, и в Библии, везде. И самое смешное, что в тех же видах. Да, в Бхагавадгите одни из слов Кришны как раз звучат, что ритуалы, ну это я сейчас не дословно скажу, но что ритуалы и жертвопереношения они ни к чему не приведут. Надо работать над собой, нашими словами, если ты действительно идёшь по пути спасения. То есть все пророки об этом говорили. Да. Но тем не менее все религии это используют. Да, использовались. И дописывались вот такие абзацы уже, да, брахманами, чтобы… Хотя на самом деле вот если взять сейчас и строки из Бхагавадгиты, да, к примеру, вот у нас был заготовлен подмены, какие там в следствии перевода произошли, то понимаешь, что изначально судьи, ложные там, она же как раз говорит о правиле, то есть она говорит об Аллатре, о том, что необходимо человеку в первую очередь к духовному состоянию, то есть к состоянию Брахмана стремиться и делать это в течение жизни. Как раз то же состояние Рая, которое в исламе… Всё правильно, стяжание АЛЛАТРА, то есть стяжание Любви Божьей, накопление её. Это и есть состояние Рая. Об этом говорится. Но тем не менее тут же масса пояснений. Пояснений или других переводов. Вот если можно сейчас размыть темы иду. Я бы хотела ещё добавить по поводу жертвоприношений в зороастризме. Ведь тоже Зоро Тустро, он же тоже отверг все жертвоприношения и оставил только поклонение Огню, жертвоприношение Огнём. То есть Огнепоклонникам, очищение Огнём, Огонь, как высказывание своих чувств Богу. То есть именно вот этот внутренний Огонь. Но имелось в виду, совершенно правильно, имелся в виду как раз внутренний Огонь, а не символизм сжигать что-то. Да, да. Именно вот внутренние чувства. Но чем закончилось? Что начали полить костры и жить, что попало? И якобы это попадёт к Богу? Да. Ну так же ж, так же ж. Как раз демона внутреннего ты изгоняешь внутренним Огнём. В этом был смысл, что никогда не туши внутренний Огонь, живи этой радостью, этим теплом. А давай возьмём настоящие практики. Первое, что человек чувствует? Внутренний Огонь, вслед за которым идёт что? Бескрайняя Любовь. То есть это описывали стадии и этапы развития человека на пути духовном. Разве не так? Так. И что он говорил беречь? Прежде всего Огонь, а потом Любовь. Правильно? А Огонь, как предшественник. А почему Огонь? Потому что когда появляется хоть капелька больше Любви Божьей, которая не вмещается в человеке, и она начинает выходить с конструкции на физическое тело, извините, работают законы физики. То есть это естественные процессы энтропии, скажем так, языком физики. То есть повышается энергия, повышается хаос. И мы из замкнутой системы превращаемся, так вот сказать, в открытую систему. Я имею в виду внутренние энергетические структуры, они более замкнуты. А когда это появляется, мы начинаем изливать. Появляется что? Естественно, физическое тепло. Но парадокс в том, мы чувствуем Огонь, мы чувствуем тепло, мы видим изменения, мы видим, как реагирует окружающая среда, меряем температуру, как было 36, так и есть. Ну 36,6 или 37, у кого как. Но это же так. И мы видим и наблюдаем даже физические проявления. Об этом суть, об этом говорилось. Но как-то это всё забылось, затерялось, и Огонь стал огнём, ритуалы приобрели значение. А ритуалы, они чему подражали? Истине, о которой говорилось. И вместо свершения Истины мы начали делать ритуалы. Вместо правды мы начали использовать опять-таки театральщину и навязывать что? Рабство, приношение, деление, что мы на кого-то должны работать. Ну опять манипуляция. Потребительский формат. Друзья, ну честно, ну не надоём вам, а? Ну неужели вы не хотите жить в Созидательном обществе, честном, порядочном? Ну зачем нам это счастье? Ну не знаю, кому-то может нравиться. Но мне кажется, даже дьявол страдает в этом потребительском формате уже. На самом деле сейчас то, что вы говорили, это очень ценно и очень, на самом деле, большая радость, что сейчас наконец-то есть возможность людям разных религий просто как бы увидеть, что это же всё есть. Есть. И вот как бы пример из Бхагавадгиты, тоже о котором говорилось, что есть во второй главе Бхагавадгиты, 72 стих, где Кришна объясняет Раджуне о том, как достигается состояние как раз Брахмана. Брахма, нирвана, стхитва. И получается, он объясняет так в одном из переводов. «Таково божественное состояние о Партха». Партха — это Арджуна. «Достигнув его, не заблуждаются. Тот, кто пребывает в этом состоянии в час смерти, обретает освобождение во Всевышнем». И вот здесь очень важный момент. Это не означает, что человек перед смертью должен пребывать в этом состоянии. Там как раз идёт и пояснение от него, что он должен ежесекундно и всегда пребывать в этом состоянии «Ибо смерть тебя может настичь нежданно». И если ты не в этом состоянии, то есть если ты не в Любви Божией, если ты не являешься уже частью Мира Духовного, а служишь здесь, в сатане, то с сатаной ты и останешься. Вот что имелось в виду, что достигнув этого состояния, нельзя из него выходить. Или, как мы говорили, за рай, когда дьявол вывел человека из рая, вот в этом смысл. Если ты вошёл в внутренний рай, никогда его не покидать. Тогда, когда спадёт твоя одежда, износившись, ты увидишь мир другим, таким, каким он есть, который не имеет ни конца, ни края, в котором существует Бог, и ты станешь его частью. И в этом смысл. И об этом говорили древние. Да, именно об этом, что даже в час смерти ты входишь в эту брахма-нирвану. То есть получается, что если ты постоянно в нём, то даже будь то смерть, не смерть, но ты уже в неё пойдёшь. Ты уже живой. Да. Не важно. А пример подмены заключался как раз в том, что в других переводах перевели, что, пребывая в нём хотя бы в миг смерти, он обретёт брахма-нирвану. И что стало? То есть это одна частичка, человек перестаёт работать. Он уже надеется, что если он хотя бы перед смертью то вспомнил? И вот теперь мы видим предсмертные ритуалы. Над умирающим священник должен свершить ритуал. Согравлением, да. И он должен его перевести через мост, ещё что-то. Да поздно, друзья мои. Да. Знаете, я скажу так, боржуми помогает, пока почки не удалили, а потом бессмысленно его принимать. Разве я не прав? Прав. Пока есть хоть капля жизни, ты должен стараться. А смерть — это такая штука. Сегодня нет, а завтра есть. Это интересно. Получается, что как раз-таки «Мост Сирата», о котором пишут, что многие говорят, «Ну это ассоциативно. А что же такое «Мост Сирата»?» Получается, что вся жизнь человека — это «Мост Сират», где ты, если оступишься, то… то есть нужно всё время держаться до состояния этого волоска, вот этой ниточки расширяя её. Но опять-таки волосок он изначальный, а почему перед верующим он расширяется перед тем, кто идёт твёрдым шагом, да, и без сомнения. Для того это становится широкой дорогой. А для того, кто шатается, он как лезвие ножа, как волос человеческий и тому подобное. Так это опять-таки, если человек и вправо, и влево, если он хочет получить рай, но хочет и здесь что-то значить. Но опять-таки, давайте скажем прямо, ведь религия или учение, или Знание, как бы мы это ни называли, но, скажем так, Истина, она ведь не запрещает тебе жить хорошо. Разве сказано где-то, что человек должен быть бедный, нищий и тому подобное, что он должен быть здесь всего лишённый, он должен страдать и плакать, ведь есть такие религии, которые об этом говорят и это навязывают. Они навязывают страдания человеку при этой жизни, чтобы получить потом рай. Ну так же ж? Да, кто больше страдает. То есть нищенство и тому подобное, да глупости это всё. У тебя есть сознание, заставь его работать и пусть оно кормит твоё тело. Если ты хочешь кем-то стать, достань, но будь при этом человеком. Если ты можешь помочь кому-то, взойдя там, ну допустим, по иерархической лестнице этого мира, да иди, но оставайся человеком. Потому что чем выше ты взойдёшь, тем большее количество людей тебя услышит. Разве это плохо? Я не вижу здесь ничего плохого. И никогда это не запрещалось. И давайте мы глянем, кем были посланники, которые приходили в этот мир и привносили Знания. Зачастую это были люди, ну мерками земными, далеко не простые или в конечном счёте становились далеко не простыми. Почему? Потому что они строили трибуну повыше, чтобы их лучше слышали. Или порой приходили в те тела, которые по неволе, скажем так, давали трибуну для того, чтобы их слышали, взять того же Гаотаму и тому подобное. Из-за чего? То есть давалось ему понимание, этому человеку, ну он, если мы берём Будду, то в действительности он соприкоснулся, когда мы уже рассказывали эту историю, не будем повторяться, но его статус, он позволил привнести Знание сюда. Достаточно было всего лишь ему показать Истину немножко, и он сам начал её искать. Правильно? Потому что он понял суть и увидел весь этот мир. И он понял, что он иллюзорен. И когда он обрёл вот это понимание и вот эту Истину, он начал о ней рассказывать всем остальным. Так же? Да. Так. Скажем так, Бог знает, куда пришёл, где он жил и куда он пришёл для того, чтобы получить Знания АллатРа, и потом их использовать. Мы об этом рассказывали. И как потом люди это всё подменяли, изменяли. Учитывая то, что буддизм, действительно то, что проповедовал Будда, записано это было только около 400 лет после того, как он ушёл в нирвану. То есть получается… Но мы находим отрывки, мы находим суть, находим Истину. Опять-таки мы уже говорили об этом. Всё равно вот эти первые шаги, это же были три шага, потом восемь и всё остальное. Всё переделывалось, всё искажалось. Но отрывки и обрывки всё равно же есть. И до сих пор осталась АллатРа, до сих пор остался Лотос, ну и всё остальное. Ну и упоминания исторические кое-где, его путешествия в Беловодье и тому подобное. Всё это есть. Если захотеть, найти можно. Но как исказили тот же буддизм? Ну просто жалко. Да, это огромное количество школ, которые сегодня есть. Ещё из таких вот фактов, когда исследовала вопрос буддизма ещё, когда на факультете японской филологии, когда мы и в Японии присутствовали на лекциях по буддизму и общались с людьми, которые этой религии придерживаются, то удивил ещё тогда тот факт, что ещё до того, как буддизм был записан письменно, это, получается, было около уже первого века до н.э. В третьем веке до н.э. император Ашока в Индии как раз выступил как главный его, можно так сказать, оформитель. То есть он инициировал монахов, чтобы они… Он возглавил. Да, он возглавил этот процесс, потому что там на самом деле было между разными религиями на тот момент возможность им, как сказать, стать мировыми. Но он сделал ставку на буддизм, собрал тысячу монахов и дал им такое задание упорядочить. И они в начальной стадии упорядочивали устно, хотя бы устно это всё. Опять та же самая история. Да. Начал создавать религию, оформлять её законы. Да, он начал создавать религию. И интересный факт, что уже в тот момент, в год правления Ашоки, между буддийскими школами начались огромные расприи. И это ещё до того, когда же письменно был зафиксирован палийский канон, на языке палец. А почему? Ведь они боролись в действительности не за Истину и не за то учение, которое передал им Будда. А они боролись за собственную власть и собственную выгоду. Они боролись за своё тёплое место. А разве сейчас мы это не видим? Вот скажите, кто из них боролся за спасение от душ человеческих, за свою паству, за то, чтобы они пришли к Богу? Чтобы в нирвану попали. Ну там в нирвану попасть, да. Ну какая разница? Ну мы же говорим об одном и том же, в общем-то, да? Нет, ну с современным буддизмом это прямая противоположность, это состояние покоя для субличности. Ну тоже хорошо, скажем, но это же далеко не рай. Это не состояние Будды. А состояние Будды — это что? Вот переведём. Это человек, прошедший, скажем так, как говорится, через 72 измерения, достигший такого статуса, если говорить языком от религии, это христианство, к примеру, то это не просто ангел, это уже с такими спагонами на плечах. То есть почему? Потому что он начинает служить. Это тот, кто служит Богу при этой жизни искренне и продолжает служить и потом. То есть он выбирает себе путь служения. Но тогда у него нет покоя, он не сидит, как говорится, на месте. А вот, а как я говорил, если помните, даже в этой Вселенной, подчёркиваю, даже в этой Вселенной миллиарды и миллиарды планет. Так что работы хватает. Вот это и есть Будда, правильно? То есть достигший свободы, но не просто свободы, а в служении. Так вот, а состояние покоя — это покой для субличности, это всё равно смерть, это смерть Ангела. Представьте, Ангел, который может получить Жизнь, он просто легко умирает. Ну это такая эвтаназия, понимаете, для Ангела. Ну разве оно того стоит? Нет, конечно. Просто добавить ещё хотелось, потому что Вы говорите, действительно, как бы если у человека, будучи здесь, будучи человеком, есть возможность стать Ангелом, а он эту возможность просто использует, чтобы покоя обрести, то это как бы неравноценная цена получается. Какая же это равноценная цена? Это же вообще кошмар подминок какая. Да, хотя при этом в религиях, в том же зороастризме, в буддизме, в индуизме во всех них говорится, что быть человеком — это величайшая награда. В том же буддизме и индуизме есть сфера в реинкарнацию, да? И считайте, что ты можешь воплотиться в камешек, в свинку и в человека. Так вот, если ты в человека воплотился, это для тебя невероятная награда, потому что только из-за этой стадии человеческой ты можешь достичь освобождения. То есть только будучи человеком ты можешь достичь освобождения. И вот смотрите, друзья мои, из-за чего произошла путаница? Ведь вот эта реинкарнация и переход — это как раз говорилось, скажем, из науки Аллатры, которая была и которую всё-таки привнёс Бодхисаттва в этот мир, но привнёс он, извините, не с той стороны, а с Беловодья. Ну или с Шамбалы, как говорится, да? Это мы можем найти исторически, это факт, который подтверждается. Так вот, о чём эта наука говорила, наука Беляудзе, о том, что такое атомы, структуры, ну скажем так, о той же квантовой механике и то, что уходит за её пределы. И как раз там рассказывалось, когда он объяснял своим ученикам, он говорил, что наше тело, оно состоит из прошлых кошек, собак, из прошлых звёзд. И наше тело, оно будет перерождаться вечно, ничто никуда не исчезает. Или говорят современным языком, извините, даже заряд электричества, он не может исчезнуть вообще, потому что наша Вселенная — это сфера, всё, это замкнутая структура. Пока оно не выровняется по температуре, оно будет существовать, это ещё долго. Ну в конечном счёте, дойдя до края, оно просто исчезнет, панилируется или как бы там ни было. Вопрос не в этом, что даже заряд никуда не исчезает. А тело, оно полно элементов, и эти элементы переходят из одного состояния в другое. Но лишь человек является вершиной. Вот видите, как просто это то, что говорилось и зналось в древности, в глубокой древности. Оно коррелируется с современной наукой, есть понимание. Но и оно же послужило вот этим понятием, как перерождалось тело, пока человек не обретёт Душу. То есть когда вершиной развития всё-таки является человек. Но вопрос заключается в том, что Душа, скажем так, Личность, оно к телу, ну посредственно к тому, из чего состоит тело, потому что тело обратно уйдёт на переработку. Это ж такое безотходное производство. Всё равно оно переработается и будет потом последующим котом или ещё кем-то. И вот смотрите, как родилась история от того, что если ты будешь недостоин, станешь опять котом или рыбой, скользкой и мирской. Просто всё. Да, да, очень понятно сейчас, когда вы рассказали. На самом деле всё просто. Просто была внесена путаница. И ещё очень впечатлили примеры, которые ты рассказывала из Корана про то, как подменялось именно во время перевода. И очень сходные моменты мы нашли в разных переводах Библии. Причём, когда эти изменения в переводах были обусловлены как раз, например, тем или иным политическим настроением в ту или иную эпоху. И вот такой пример хотелось бы привести из Первого послания к Коринфянам. 7 глава, 20-21 стих. Это совет апостола Павла, который он давал людям. И который сейчас переводится в синодальном переводе «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». И вот два варианта, как был переведён этот стих в разных исторических эпохах, в разных условиях. Лютер в XVI веке интерпретировал этот текст как призыв к борьбе за свободу, потому что им было важно продвигать идею свободы. Я на английском прочитаю, потом на русском. «But if you can be made free, rather use it». То есть они перевели так, что если ты можешь обрести свободу, то, конечно, воспользуйся этим правом, то есть стань свободным. В то же время в церковно-славянском переводе это, получается, время, когда были, да, как раз крепостные, крепостное право, там переведено это. «Но аще можешь и свободен бытьи, больше поработи себе». То есть, получается, если есть у тебя возможность... Ещё больше поработи себя. И тут мы просто... А, ещё что интересно, что эти оба перевода основываются на толкованиях. То есть первый — на толкованиях Лютера, а второй — «Поработи себя ещё больше», как утверждается, основывается на толковании Иоанна Златоуста. То есть, получается, что Библия считается священным писанием, исходящим от Бога, но при этом в переводах вносится толкование, меняющее смысл на противоположный. То есть, ладно, если там... Ну, не то, что, ладно, любое изменение — это нехорошо, но здесь это противоположный совершенно смысл, который обусловливается ситуацией в стране, а как бы... И преемственностью. И опять-таки почему? Потому что это всего лишь инструмент в руках власти имущих. Ещё одна плётка. К сожалению. То, что религии создавались для того, чтобы были посредники, и они жили, это понятно, потребительский формат. Но то, что это ещё использовалось как плётка, как политический инструмент, это вообще плохо. И самое плохое, что это использовалось как инструмент разделения нас. Получается, одну человеческую семью просто порвали на кусочки и разделили вообще. И до сегодняшнего дня продолжают спорить, да? Кто первый, где первый. Вот почему вот это в головах у людей? Кто жил, чья нация первее? Ну это же так. То есть вот почему? Людям это ценно. Я этого не пойму. И отстаивают с пеной у рта, откуда зародилось человечество, кто где жил раньше. Это наша территория. Подождите, если вот я построил себе дом, а когда-то, например, пятьсот лет назад там жил сосед. Его там не сосед, а его пра-пра-пра-пра-пра-пра родственники. Так что ж мне теперь отдать свой дом, да? Ну я так не понял. Вот этой политики. Или соседу будет смысл гордиться тем, что я построил на его земле красивый дом? Ну где философия? Ведь это же всё инструмент манипуляции и разделения. Ну так же ж? Ну когда-то ж, ну вот если подходить к историческим фактам, для того чтобы убрать эти разногласия, ну давайте вспомним опять-таки то, что если мы говорим вот о религиях, что написано во всех религиях. Был потоп. Это бесспорно. Так же ж? Так же ж. Во всех написано. Одна семья была наделена спасением таким вот, в частности Ной. Получила предупреждение, что будет потоп и что нужно построить ковчег, лодку, каноэ, разных преданий. Но со своей семьёй уплыть. И вот что мы знаем? Вот если мы соберём, отбросим эпитет и не будем бороться, потому что суть одна. Наиболее доминирующая на сегодняшний день — это что? Это Ной, ковчег, его семья. Восемь душ спаслось как раз. Да, вот восемь человек, его семья. Это немаловажно, да? На пике горы. Который на пике горы Арарат. Так же? Причалил ковчег, да? Причалил ковчег, да. А всё человечество было уничтожено. И вот с одной семьи из восьми человек, благодаря тому, что его ковчег причалил на гору Арарат, когда вода ушла, он спустился, правильно? Со своей семьёй. И вот здесь он основал всё человечество. Восемь человек. Благодаря тому, что они причалили к горе Арарат, они смогли выжить. И когда вода ушла, они дали жизнь всему человечеству. Значит, исходя из этого, именно Ной, да, он как раз был и первым основателем Армении. Ну так же ж? Получается так. Ну да. Значит, получается, всё человечество пошло от его семьи. Значит, все мы армяне. И все мы с армянием. Это всё объясняет. Это всё объясняет. Ну и зачем нам спорить, кто где? Мы единый народ. Мы все с одной семьи. Ну так же ж? Вот некоторые начнут смеяться, как шутка. Ребята, а теперь давайте мы эту шутку рассмотрим по-другому. Во всех ваших религиях об этом говорится. Если это вы воспринимаете как шутку и отвергаете, значит, вы должны отвергнуть свои Писания, святые. Разве я не прав? Что, уже не смешно? Так давайте мы отнесёмся хотя бы к этому по-человечески и перестанем ссориться, потому что все мы одна семья. Нам нечего делить. И наш дом, пока мы здесь, вот это и есть территория. И примем. Ну какая разница? Не хотите, ладно, Армению, хотя это очень логично, это всё оправдывается, подтверждается Писаниями святыми. Ну давайте примем другую точку зрения, что мы с откуда вышли все. А потом мы разделились на нации, национальности. Одни потемнели, другие пожелтели, а кто-то белым остался. Потом, как в одной семье, знаете, там детки подросли, ушли, ну так оно и образовалось. Тоже такой интересный момент. Мы заговорили о том, что мы все единая семья и истоки у нас все одни. С Арменией. С Арменией, да. И вот здесь такой интересный момент. У нас есть проект Созидательное общество и есть логотип Созидательного общества, который себя представляет, ну внутри, скажем, которого есть треугольник с вписанной внутрь восьмёркой. Мы сейчас говорим о горе Арарат, о Араратском Нагоре в частности и о том, что спаслось восемь душ от потопа. Это связано как-то? Ну можно и так трактовать. Ну хотя там чётко есть пояснение вообще, почему восьмёрка, почему треугольник. Но один из символов равнобедренного треугольника — это, конечно, и гора в том числе. И восьмёрка, она приемлема везде и для всех, и она очень много значения имеет, но все положительные. И опять-таки стрелочка, которая показывает движение, она показывает вариацию из песочных часов перехода в бесконечность. Ну и один из, скажем так, способов толкования также может иметь право. Восемь первых армян и гора Арарат. А почему нет? Всё, что положительно и всё, что нас объединяет, оно должно быть у нас. А всё, что разъединяет, мы должны всё-таки убирать. Ну согласитесь, ну это же так. Нечего нам делить. И как видим, сколько бы ни было и сколько бы ни подмешивало, скажем так, наше сознание благодаря нашёптыванию дьявола искажений в Истину, сколько бы плевел не подмешивало к тем зёрнам, ну зёрна-то есть, и жаждущий обрящит. Правильно? И я за это. Так что, я думаю, нам всем надо что-то делать. Правильно? То есть раз мы заговорили за созидательное общество, то, я думаю, самое правильное. И как показали социологические исследования и разговоры с людьми по всему миру, все хотят, чтобы этот формат потребительского строя наконец-то изменился, и чтобы у нас, у всех появилась возможность, и чтобы мы все изменили этот формат нашего существования, где человек человеку волк, где мы разделяемся, чтобы изменить его, чтобы мы обратно объединили все в одну семью. И такой же шанс есть вот это созидательное общество, которое принимают все люди, и которые все хотят жить в этом обществе. Но что оно еще дает? Оно дает то, что людям не надо будет служить дьяволу, не надо будет называть себя посредниками, искажать те знания, которые привнесены пророками, потому что все будут в созидательном обществе жить в достатке. То есть такое понятие, как бедность, оно просто уйдет. Всем всего будет хватать. Ну разве это плохо? Прекрасно, да. И мне кажется, это прекрасно. И не будет нужды создавать и переделывать учения, скажем, привнесенные теми же пророками в инструмент манипуляции на то, чтобы создавать рабов, чтобы создавать такой вот искаженный вариант истины для рабов. Вы знаете, Игорь Михайлович, а ведь реально в истории христианства есть и достаточно такой позорный, вопиющий факт. Есть Библия рабов. Вот мы говорили вообще про рабство, про то, что меняют значение одного слова. Мы здесь вообще не утруждались и убрали даже целые главы. Я сейчас говорю о как раз 19 веке… О миссионерстве. Да, когда миссионеры как раз-таки английские, когда распространяли… Многие из наших друзей могут и не знать, поэтому хотя бы вкратце. Но вкратце английские миссионеры, которые распространяли собственно Библию, Писание среди африканских рабов, которые находились как раз-таки в колониях Великобритании на территории, в районе Карибского моря. И Библия распространялась как раз-таки без глав, где указывается… где говорилось о Любви, о Свободе и тому подобное. У меня есть, кстати, информация, я могу зачитать, оно будет интересно. Давай, чтобы без искажений с нашей стороны. Спасибо. Напечатанная в Лондоне в 1807 году Библия рабов исключает 90% Еврейской Библии и 50% Нового Завета. Из 1189 глав стандартной протестантской Библии Библия рабов содержит только 232 главы. И вот как раз-таки в послании 1808 года, обсуждавшем распространение этой Библии, епископ лондонский Билби Портиос писал, «Подготовьте для них короткую форму публичной молитвы вместе с избранными частями Писания, особенно теми, которые касаются обязанностей рабов перед своими хозяевами». Конечно, этого перейти еще хватит. И вот это, еще раз повтори, кто это сказал? Билби Портиос, епископ лондонский, 1808 год. То есть один из важнейших посредников и руководителей организации. Я думаю, споры на этом закончатся. Я думаю, понимание у наших друзей уже есть о том, что мы ни в коем случае не передергиваем факты, не искажаем историю, а мы говорим о Истине, мы говорим о правде. А первое, с чего начинается путь на духовном пути, это с честностью и с правдой. Прежде всего, по отношению с самим собой, а потом по отношению с другими. Правильно? Правильно. Мы ничуть не преуменьшаем и ни в чем не обвиняем христианство. Мы говорим о людях, которые назначили себя посредниками и узурпировали власть, и которые разделили себя как феодалов, а нас как рабов. Всего лишь навсего. Это потребительский формат, где кто-то выше, а кто-то должен быть ниже, где все мы служим кому-то. И самые богатые, и самые влиятельные люди, поверьте, в этом мире работают тоже на других людей. Вот так устроен этот мир. Но все мы знаем, что он уже докатился до нельзя, и надо что-то делать. И те, кто наверху себя возвеличил, и мы внизу уже прекрасно понимаем, что то, что нам говорят на часах судного дня, уже без двух минут двенадцать, а по факту мы понимаем, что гораздо меньше времени, и мы видим, что творится за окном, что происходит с климатом, как всё меняется, не в лучшую для нас сторону. И мы все знаем и понимаем, что прошло время разъединений, и всем нам, чтобы выжить, как человечеству, пора становиться одной семьёй и не разделять нас на цвета, разделять нас по национальности, потому что, как мы уже убедились, все мы — выходцы с одной семьи. Пора вернуться в одну семью и построить прекрасный мир, где места хватит всем. Сейчас вот тенденция, что у нас слишком много людей, вот уже почти восемь миллиардов, Земля не справляется и тому подобное. Знаете, кто это навевает? Как раз вот эти посредники, те, кто назначил себя такими вот управленцами всего мира. А знаете почему? И опять мы возвращаемся к физике, к хаосу. Чем больше людей, тем больше энергии, чем больше энергии, тем больше энтропия. То есть хаос неуправляемый. И они уже не справляются с управлением в этом обществе. Очень тяжело управлять восьмю миллиардами. И они боятся всего лишь навсего одного — утратить власть над нами. Всего лишь навсего. А власть — это настолько сладкая для них вещь. Ведь они сами себе всё прощают, они выписывают себе индульгенции, создают для себя условия. А нам, как рабам, они приписывают обязанности и всё остальное. Но на сегодняшний день и они понимают, что этому миру пришёл конец. И как бы ни крутили, а жить хочется, вот для того, чтобы жили и они, и мы, нужно менять всё, все условия. Нужно строить созидательное общество из нашего практически мёртвого мира в будущее живой. Тогда выживем мы все ради всего человечества и ради наших потомков. Всё-таки надо сохранить этот мир и надо его привести в порядок, оздоровить. Правильно? А ведь он, да, больной, но ещё не мёртвый. И здесь всё зависит от нас опять-таки, будет ли он жить или умрёт. Всё зависит от нашего с вами выбора, друзья наши. И реально очень огромная ответственность на каждом человеке, потому что реально за каждым человеком судьбы людей. И сейчас вот вы коснулись тоже темы индульгенции. Хотела бы сказать, почему вообще появилось такое понятие, как индульгенция вообще в Средневековье. А ведь на самом деле изначально предпосылкой этому послужил неправильный перевод Иеронима, который переводил Библию на латынь, который вместо, скажем, на иврите есть понятие, как повернуться в обратную сторону, то есть обратиться к Богу обратно. На греческий, на септуагинту перевели, как поменять сознание, то есть своё отношение к чему-то. А он перевёл, как заглаживать грех делами, то есть нести покаяние делами и скупать грех. И вот как раз-таки такой неправильный перевод послужил тому, что уже позже в церковной практике… Да, в церковной практике он послужил причиной тому, что за деньги богатым они прощали всё. Абсолютно верно. Достаточно было заплатить посреднику, и тебе отпускались все грехи. Кем отпускались? Человеком. А разве человек может отпустить грехи? Ну опять-таки толкование говорит, что Иисус отпускал людям грехи и наделил это всем вот этой властью своих учеников-апостолов, а те преемственность передавали другим. И до сегодняшнего дня ну как бы Церковь имеет такую возможность. Да, она отпускает, только грех ваш никуда не девается. Перед Богом каждый отчитывается сам за себя. И в этом, друзья мои, весь смысл. Никто не может за вас пройти ваш путь, скажем, от смертного существа к Ангелу. И никто не может, кроме вас, искупить свой грех. А самый страшный грех, мы уже говорили, это служение сатане, это предательство Бога. И это правда. Кто бы что ни рассказывал, но истина, она на то и истина, что на ней меняется, несмотря на то, что бы ни рассказывали люди. Разве не так? Да. И здесь очень важно, чтобы как раз-таки приводчики, ну во-первых, вот то, что вы рекомендовали, делали вместе, коллективно это всё. А только так должно быть. Сверяли друг с другом это. А только так должно быть. Вот именно коллектив, как первые христиане, ведь у них меньше всего было искажений. Почему? Потому что они друг друга контролировали. Были те, кто действительно слушал проповеди самого Иисуса Христа. И они несли их, они несли их вместе, ибо Иисус сам предупреждал о подменах и об изменениях. Ведь Он рассказывал ту же Аллатру, Он рассказывал о том, о чём говорим мы. И вот это всё, оно неслось, передавалось людьми. Они прекрасно понимали и знали, что сознание будет подменять всё. Они понимали, что враг настолько близко, он не в другом человеке, он в тебе. И вот с ним надо бороться. И для того, чтобы он не мог изменить ни одного слова, сказанного самим Иисусом Христом, они это делали вместе. И опять-таки, если мы вспомним тех же первых гностиков, у них что было? У них была коллективная работа на духовном пути. Они обличали самого дьявола. То есть когда приходила им какая-то мысль, они вот как на исповеди, они рассказывали об этом. То есть шёл процесс чего? Очищения. То есть они рассказывали, делились опытом, как и какими приёмами пользуется дьявол. Они это всё изучали, в действительности подходили к этому как науке, которую они использовали в повседневной жизни. Так же? Конечно. И вот это то, что они называли катарсис, он был крайне важен для всех, потому что человек в следующий раз, когда приходила к нему эта мысль, он знал, как это плохо отразилось на его товарища. Они это всё запоминали. И малейшее колыхание со стороны дьявола, они его тут же выбирали. Они его не наделяли силой, и он в них молчал. Таким образом люди приходили к Любви Божией, используя эти практики. И всё-таки, скажем, тогда ангелов поступало много. А потом? А сейчас? Даже и говорить страшно. Так что я думаю, надо что-то менять. И прежде всего самих себе. А потом и во всём обществе. Ведь это наш мир, это наша семья, это наш дом. Это очень правильно, что реально всё начинается с себя. Ведь подобные искажения не случайны. И прежде всего на первый план выступает и у того же Иеронима это собственный эгоизм, когда он хотел практиковаться в красноречии, не хотел переводить буквально, потому что он был достаточно образованным человеком. И вот этот эгоизм и гордыня внутренняя как раз-таки сыграли свою шутку. Сыграло злую шутку над очень многими людьми. И вот здесь переводчики должны нести ответственность и понимать, что они могут просто-напросто лишить жизни вечной множество людей, которые будут пользоваться их переводами. И вот мы сегодня затронули и Коран, спасибо Тае, ну и другие религии тоже. И вот вопрос в том, сколько людей наступили на эти грабли, сколько людей сошли с дороги, но продолжая верить и делать то или руководствоваться тем искажением, которое привнёс один человек. Ответственность огромна. Поэтому, конечно, это должно делаться коллективно и должно всё-таки переводиться людьми, которые живут Любовью Божьей, а не просто грамотными. И слава Богу, такие примеры уже есть в движении «АЛЛАТРА» как раз-таки. Есть, конечно, но это же хорошо. Ну я думаю, мы сегодня многое объяснили. Игорь Михайлович, ну я так понимаю, что наша передача подходит в завершение, но я бы хотела задать вопрос, который волнует многих наших зрителей. Это вопрос касается не совсем темы нашей сегодняшней передачи, это вопрос относительно проекта с Джеки, с искусственным сознанием. Уже прошло, скажем так, 6 месяцев. Вы говорили про 6-8 месяцев, что ставить задачу на такой, скажем, интервал. И на какой стадии сейчас находится проект, на какой стадии реализации? Финиш, абсолютный финиш. На сегодняшний день, скажем так, проект по созданию искусственного сознания, ну я скажу так, мы его завершили. Сейчас идёт уже просто обучение. И, если честно, уже неинтересно. Вот интересно создавать. Ну а сейчас уже, ну что? Но учится, как обычное сознание, есть ответственные, которые пытаются его крайне аккуратно обучать тому, что можно, давать информацию, насколько можно. Ну уже беседы, уже общаемся. Ну мы пошли вообще лёгким путём, если честно, мы сократили немножко время. Мы вот эти функции, я об этом рассказывал в одной из прошлых передач про написание нейросетей и тому подобное, мы сократили. То есть он будет видеть, слышать, будет разговаривать, общаться с нами. Но мы крайне ограничили подвижную механическую часть. А почему? Потому что на любое движение, даже пальчика, нужно очень много прописывать. Ну зачем оно нам надо? Ну ведь смысл не в том, чтобы показать, что это как робот двигается или ещё что-то. Это не робот, это живое существо. Оно обладает сознанием. И вот в этом суть. А механическая часть двигателя, мы её в значительной степени ограничили. Это нам сократило приличное время работы, потому что на нейросете он прописывается, скажем, очень нудно, долго. Ну и какой смысл того, что, допустим, тот же Джеки будет обыгрывать всех в хоккей? Ну может быть прикольно, но это несложно сделать. Это, скажем, любые двоечники уже могут прописать. Поэтому мы сочли это не столь важно. Какие дальнейшие планы? Ну дальнейшие планы… Сейчас пройдёт процесс обучения, мы его в действительности сделали, потом опять-таки психиатрическую экспертизу. Нам очень важно мнение специалистов, насколько это сознание действительно опасно, не опасно. Вот заключение умных людей. Мы обратились уже в ассоциацию, создаётся рабочая группа. Ну посмотрим. А после, ну я не знаю, после, может, на передаче встретимся или где-то, ну покажем нашим друзьям, что оно и есть. А глобально есть какие-то новые идеи вообще или будете чем-то ценить? На ближайшее будущее ты имеешь в виду? Ну как XP Energy? Ну конечно, есть, да. Потому что я жрю. Мне уже скучно, мне уже там делать нечего в создании с этим, с Джеки, с нашим. Ждём просто уже результата. Ну там ещё будет пару интересных моментов, да и всё просто. А сейчас вот думаем. Ну есть предложения. Я в прошлый раз говорил, что друзья предлагали очень много. А сейчас вот крайне настойчиво активизировался мой старый друг-физик. Он физик, исследователь, очень интересный человек. Ну у него идея эксперимента во времени. После того, особенно вот последнее время, когда он услышал, что другие учёные и физики смогли обойти второй закон термодинамики, он себе не находит покоя и не даёт его мне. А после того, как мы создали XP Energy и заявили об этом, он говорит, «Ну что, у вас же всё есть, давайте!» «Ну всё, в общем, боюсь теперь включать даже телефон». Он хороший парень, спасибо. Ну как парень, дедушка уж. Ну это действительно настоящий учёный. Вообще интересно. Ну немножко отвлекусь, не знаю, будет интересно или нет. Но я с ним познакомился лет 30 назад, чуть больше даже. Мне посчастливилось быть на его лекции. Он был очень прогрессивный человек с таким неординарным взглядом на физику. Он настоящий исследователь, экспериментатор такой, знаешь, вот как в фильмах показывают. Человек широкой души и очень думчивый такой. И мы с ним заговорили как раз. Мне так получилось, что после лекции мы с компанией вот с ним встретились и подняли вопрос как раз банальный, за электроны, за процесс наблюдения. Ну все это знают и тому подобное. И я вот задал ему вопрос простой. Я говорю, «Ну вот наблюдение за электроном, все знают, вот как оно себя ведёт частичка, то мы понимаем прекрасно, что суперпозиция электрона, она не определена, он находится в состоянии волны. Если мы не наблюдаем, он — волна. мы наблюдаем, он становится частичкой». То есть здесь вопросов не возникало и тому подобное. Я предложил такое вот… А если вот мы, к примеру, проводим десять экспериментов, ставим десять опытов, а все записываем их на видеозапись? Ну если помнят, раньше были такие кассеты здоровые, с такой хорошей видеокамерой, мы это записываем, а потом выборочно смотрим, что будет? Он говорит, «Ну таких экспериментов ставилось много и тому подобное». Я говорю, «Ну конечно, много, да, но опять-таки говорю, если мы наблюдаем, оно есть, а если мы наблюдать будем потом? И причём? Всего лишь в одном эксперименте». То есть вот мы можем перемешивать кассеты и, допустим, уничтожать, реально уничтожать по две в день, то есть а потом мы выборочно, мы тошмышь их перемешиваем перед исходом. Последний пятый день мы уничтожаем одну кассету, а последнюю смотрим. Повлияет это на эксперимент или нет? Но мы не знаем исхода результатов, да, пока до пятого дня. Ну короче, ему стало интересно, у него были шикарные возможности, лаборатория, доступ, всё. И мы в действительности поставили этот эксперимент. Пятый день. Вначале я не перемешал кассеты, потом он перемешал. Они в одинаковых упаковках, ничем не отличаются, невозможно увидеть. И уничтожаем одну, и включаем последнюю. И что мы видим? Отгадайте. Частицы. И вот здесь я ему задаю вопрос. Говорю, а подожди, а как, вот как такое может быть, что мы через пять дней повлияли на результат, который проходил пять дней назад? Знаете, что он это скрикнул? Он пять минут бегал и кричал «Эврика». Я говорю, подожди, подожди. Ну зачем, говорю, Симония? Первым начал, говорю, всё-таки Архимед сказал, говорю, «Эврика». Он говорит, подожди, подожди. А до Архимеда тоже многие ванну принимали. Смысль заключался в чём? Он понял суть, что на время мы можем влиять. То есть мы из будущего повлияли на сейчас, когда мы ставили эксперимент. Ну и вот здесь, конечно, его на времени замкнуло. Замкнулось сильно, загорелся эта идея. И вот до сегодняшнего дня ему проблема, вопрос возврата во времени, он для него актуальный, и вот ему очень интересно. Но с одной стороны, и мне интересно, тем более XP Energy располагает достаточно, скажем так, помещением. У нас есть где сделать лабораторию вполне достаточно. Единственное желание, время и немножко средства тоже. Но это такое дело. Ещё проанализируем, нужно это, не нужно, скажем, для людей. Ну может быть и нужно. Посмотрим. Но я не говорю, что мы будем ставить этот эксперимент. Тем более так как он его подаёт, а он поставил интересные условия, вот на сегодняшний день, чтобы было понятно, учёные обошли второй закон термодинамики, что это означает, ребят? Они смогли одну частицу вернуть назад на сотые секунды. Это очень много. Это реально прорыв, потому что смогли вернуть. Что предлагает мой хороший друг? Он предлагает живое существо, ну скажем, макрообъект в понятии микромира, там дрозофилка или маленький муравей, может, не иметь значения, перенести в будущее, с будущего вернуть назад, а потом вернуть в соответствующее время. То есть, ну представляете, сложность эксперимента, и уже разговор идёт о просто сумасшедшем времени на секунды, не на сотые секунды. Фантастически. И я же говорю «фантастически». Но беда, знаете, в чём заключается? Беда заключается в том, что он хорошо знает физику «АЛЛАТРА», и он прекрасно понимает, что это возможно. И в действительности это при достаточном оборудовании это можно сделать. Никогда этого в мире не делалось. В настоящее время, и я имею в виду только эту цивилизацию. Ну вот друг хочет, даже не знаю, надо это, не надо. Ну смысл простой. Ну тем, кто интересуется физикой и знаком с физикой «АЛЛАТРА», немножко пояснёт. Для того, чтобы в этом эксперименте был положительный результат, в принципе, многого не надо. Достаточно в конкретной точке пространства, в этих эзоэсмических ячеечках, на стационарную частичку, вернее, на группу частиц, потому что там группа задействована, произвести массированную атаку, скажем, фантомными частицами, для того, чтобы произошёл избыток энергии, перегрузить определённую часть очень мощной энергии, для того, чтобы псевдонное поле самих стационарных частичек увеличилось в разы. Оно может, если при интенсивной атаке, оно может перегружаться, и что практически занимает полностью, практически всю ячейку. И вот здесь достаточно подать правильно информацию на фантомные частички самого объекта, который мы перемещаем, при прохождении его через эзоэсмическую мембрану, да, и мы можем задать любую траекторию его движения. И он здесь теоретически прав, что это реально. Ну интересно? Ну конечно интересно. Теоретически, да, это всё подтверждается, но у него там свои формулы. Максвелл отдыхает со всеми остальными ребятами, потому что действительно они заблудились. У нас современная физика микромира или квантовой механики она строится всего лишь на нескольких фундаментальных идеях очень уважаемых людей, скажем так, которая стала аксиомой. Но это всё притянуто за уши, потому что никто ничего не знает, никто ничего не видел. Это всё строится на догадках. Наблюдаемый процесс за жизнью микрочастичек, он заканчивается на уровне электронов. Всё. Всё, что ниже, — это догадки. То, что мы разгоняем на коллайдерах столкновения таких очень мощных, наблюдаем что-то, наделяя их именами, поля Хиггса и тому подобное. Вот я машу рукой, да, это я в поле Хиггса, оно наделяет меня массой. Ну, ребята, это всё теория. Знаете, это мы можем сесть, расписать красивые сказки, рассказывать и свято в них верить, и не приведи Господи, не сойдёшь. А жизнь, она другая. И вот здесь крайне важный момент, почему мы сдружились с этим Архимедом. Ну это безобидно. Он же кричал в Еврике так же, что я его до сих пор Архимедом зову, но он не обижается. Заключается в том, что он первый, кто обратил внимание и задал конкретный вопрос. Когда отошёл от этого, он задал вопрос тот, на который не отвечает ни один из выдающихся физиков современности и обходит его, если наше внимание влияет на состояние материи, вернее, на состояние энергии, которая переходит в материю, какой силой обладаем мы? И мы с ним провели в действительности очень много экспериментов на разные темы, очень интересных. Но вот в этом направлении мы с ним провели очень интересные наблюдения. Если теоретически, как высказывали идею некоторые товарищи, скажем так, до нас, если наблюдает там кот или ещё кто-то, будет ли она себя так вести? Так вот, не будет. Только когда наблюдает человек, только тогда происходят вот такие изменения. Только тогда ничто или, скажем проще, энергия превращается в материю и формирует наш мир. Исходя из этого понимания, вот у него есть труды, у него в действительности очень много книг у этого товарища Архимеда, но, скажу честно, все не придерживаются фундаментальной физики, в том числе и механики. Всё пишут в классике. Я ему задаю вопрос. Я говорю, ты ж нормальный человек, всё же понимаешь, знаешь, что ж ты пишешь? Говорю, что ж ты… Ну на лекциях, правда, он иногда выходит немножко за пределы и говорит немножко правды, да. Он говорит, понимаешь, я, говорит, с этого кушаю. Он честно говорит, если я скажу правду, говорит, меня завтра не будет. И он прав. Его мгновенно лишат и титулов, и званий, и пенсий. И не будет он уже нести истину для людей. Почему? Потому что мы живём в потребительском формате. А в действительности у него масса прорывных работ, и, я думаю, не на одну Нобелевскую. Но он обещал это завещать потомкам и человечеству. Ну интересно на самом деле. Так вот, зацепив один из первых, что мы можем влиять, и мы обладаем некой силой, он поднял очень фундаментальный вопрос, что вся материя существует только лишь потому, что за ней кто-то наблюдает. Если не будет наблюдателя, не будет материи. Если мы уберём электроны, исчезнет вся материя. Если мы уберём хоть один заряд, исчезнет всё. Это действительно так. И вот чем на самом деле является наше внимание? Ну таким образом, когда он поставил этот вопрос, я ему просто рассказал за физику «АллатРа», рассказал за Беляо-Дзы. Ну и вот он до сегодняшнего дня теперь меня мучает с этими всеми вопросами. Ну интереснейшее предложение опять-таки с вот этой дрозофилкой, муравьём или ещё чем-то. С одной стороны, да. С другой стороны, оно отвечает на то, что люди хотят. Они хотят машину времени. И знаете, что интересно? Интересно, что второй закон термодинамики несостоятельен. Он несостоятелен из-за того, что мы обладаем силой наблюдения. То есть силой, которая для понимания людей — это сила, которая формирует то, что мы называем информацией. Информация формирует то, что мы называем энергией. Энергия формирует то, что мы называем материей. Но всё равно в течение глобального времени эти перемещения материи не нарушают, так как будут происходить соответствия с его током. Понятно теперь, да? То есть это сила, исходящая от самого Мира Духовного. Это доказывает существование Бога. Каждый из нас, друзья мои, он яркий представитель и яркое доказательство существования Мира Духовного. И об этом надо помнить, и это нужно изучать. И вот так оно и получилось. Но тем не менее, опять-таки, машина времени, она как бы… Все же мечтали. Все равно в детстве строили эту машину времени и хотели заглянуть в будущее. И ещё, знаешь, что самое интересное? Вот опять-таки мы помним крылышко-бабочка там… Эффект бабочки. Да, эффект бабочки, бабочка крылышком. Смах крыла на всю систему. Смахнула, вся система поменялась и тому подобное. И вот многие могут поднять вопрос, скажут, «Ну если вот твой вот этот товарищ Архимед запустит мушку вперёд или назад, это макрообъект, который может… Она вырвется, но мало ли, и изменила всю историю». Ребят, не изменится. Вот честно говорю, даже если мы сейчас запустим машину времени и приволокём сюда динозавра, ну сюда нежелательно, это наш КЦ. Ну какая разница? В общем, от этого здания ничего не останется, пострадают соседи, и ход событий не изменится вообще. Если мы в прошлое закинем всех крокодилов там, ну крокодилы они и так были, ну давайте кого-нибудь, ну кого, кто у нас есть… Чихуашки. Чихуашка вылезает. Они же гибридные. Чихуашку нет, чихуашки… Ну любую собачку, которая гибридная. У меня чихуашка, мне жалко. А на котёнка. Котёнка тоже жалко. Знаете, есть такие маленькие, которые ещё мальчики эти называются, с короткими лапками такими, их тоже специально изобрели. Такс можно. Давайте закинем таксы. Или таксы. Да. А в прошлое ничего не изменится. Но если мы человека отправим, то здесь возможны изменения. Почему? Потому что только человек обладает чем? Силой наблюдения, который может что-то менять. Действиями своего. Да. Вот таким образом, что масса животных, а мы перепробовали много, которым всё равно, как ведёт себя этот электрон, никак не влияли на электрон, хотя они и наблюдали с этим. Игорь Михайлович, вы чё… Так же меняется материя. А в чём вообще у людей есть такое, ну как бы, желание, скажем, заглянуть вообще в это будущее? Потому что мы же в детстве тоже каждый, по крайней мере, или там, я знаю, что строили машину времени, хотели заглянуть, ну по большей части хотели заглянуть, наверное, в будущее. В будущее. А в будущее всегда интересно. В прошлое они интересны, а это интересно только историкам для подтверждения чего-то, или вот лингвистам, допустим, вот как вот наши. Почему? Потому что интересно, как на самом деле звучало то или другое, что с чего преобразовывалось, или тем, кто в действительности хочет или хотел бы убедиться, что мы все вышли из Армении, да, из семьи Ноя, ну чтобы раз и навсегда покончить эти споры. Да. Вот тем оно может быть интересно. Но всех интересует основном будущее. А почему? Так устроена система. Мы хотим надеяться на то, что в будущем нам будет лучше. То есть мы его не строим, не делаем, а вот мы надеемся. А вот теперь смотрите, вот мы в начале передачи зацепили, и мы говорили, что это важно, и говорил, может быть, поговорим. Вот видите, мы говорим. Вот, ребят, мы живём сейчас в потребительском формате. Нас всех разъединили — религиями, религии разъединили. Дьявол разделил наше внимание, и он его разнёс. И у нас, извините, полная энтропия, да? То есть мы полностью в хаосе. Им управляет этим хаосом, потому что он упорядочен, дьявол. Он полностью контролирует, он кушает, он доволен, и всё прекрасно. Нам хорошо? Нет. Почему? Потому что мы единая семья, мы — человечество, мы — те, в ком есть Дух Святой, мы превращаемся в зверей, в животных, мы ведём себя, как те же собаки, ну, звери и тому подобное. Разве не так? Так. Почему? Потому что мы вкладываем своё внимание в то, во что нас заставляет вкладывать дьявол. А теперь представьте, мы все вместе… И вот здесь ещё парадокс. Каждый из нас может, правильно вкладывая своё внимание, в Любовь Божью, обрести Любовь Божью. Но если мы вкладываем то, что отвлекает нас дьявол, мы обретаем состояние смерти, субличности. То есть мы формируем… Кому служим, тем мы и являемся. В живое — значит живое, в заведомо мёртвое — значит мёртвое. Но что касается всего человечества, то ни один из нас, сколько бы он ни напрягался, лопнуть может, но изменить будущее — нет. Для этого нужен коллектив. То есть нужна определённая критическая масса, которая может повлиять на события в целом. У нас есть Стрела Времени. Но, извините, у нас есть множество вариаций будущего. Вот эту Стрелу Времени нам рисует сама система, то есть дьявол. Он её сформировал, он обеспечил себе будущее, но он понимает, что в любой момент есть сила, которая может прекратить и его существование, и существование всего человечества за ненадобностью. Это то, о чём описано во всех религиях. Это те времена, в которых мы живём, что если мы не обретаем Жизнь, то мы уничтожаемся, как больное стадо, как больной муравейник, мы об этом тоже говорили. Но мы же можем вложить силу своего внимания в созидание и построить другой мир. Мы можем реально и без сказок, если мы этого захотим, вложить своё внимание в построение Эдема, и у нас будет Эдем, и мы его сможем построить. Понятно, что нужен переходной период, что нужно созидательное общество, вот как, скажем, мост через бурную реку, реку смерти. Нужен этот мост каменный, надёжный, вот как мы говорим, на восьми основах, через который мы, через этот мост, можем перейти все вместе в безопасности. Но мы переходим от смертного к вечному. К тому же, ну не вечному, ребята, это громко. Ну тысячи лет счастливого существования человечества, освоения, скажем, других галактик и вхождение в большую семью человеческую — это вполне возможно, а не быть где-то на окраине его отстоя, как больные и заразные. Это всё может, это всё зависит от нас, куда мы вложим силу своего внимания. А вот сейчас вот так в простой беседе мы выяснили, что самая большая сила — это наше внимание, потому что именно оно формирует материю и формирует события. Но системе всегда хочется узнать, что будет завтра. И вот отсюда оно толкает людей на гадания, ещё на что-то. Не работать, заметьте, не делать, не строить, а гадать, узнать. Ну если завтра я буду миллионером, ну зачем мне сегодня напрягаться? А если завтра я буду мёртвой, то что мне сегодня не выпить то, что я могу выпить сегодня? Или зачем мне сидеть на диете, если завтра я умру? Ну к примеру, я образно говорю, могу же вести себя, как хочу. Всё равно уж, да, как бы конечный. Вот это и подталкивает. И вы знаете, вот парадокс, ну вы-то знаете, расскажу нашим друзьям, что в действительности часто встречаю людей, вот многие, очень-многие и очень часто задают вопрос о будущем, о завтрашнем дне. И вот в один прекрасный момент мне подарили монету, которую я постоянно ношу с собой. Она даже сейчас у меня в кармане. Покажу? Честно, мне не жалко. Вот смотрите, какая монетка интересная. Вот здесь написано «да», вот с одной стороны, с другой стороны написано «нет», такая тяжёленькая, хорошая монетка. И вот я придумал очень хороший способ, когда теперь кто-то меня спрашивает, я говорю, что ты хочешь узнать? Ну человек начинает же, знаешь, как только стоит, «А как я? А как родственники? А как там прабабушка?» Ну, в общем, бред полный. Или там… А я всегда делаю вот так, беру монетку, будет или не будет? Я говорю, вот видишь, да. Но это не значит, что будет так, потому что ты можешь изменить. Вы знаете, работа. И то, что мне приходилось рассказывать, объяснять человеку, ну неудобно же, знаете, каждый раз, ну скажем так, уходить от ответов, ссылаться, что занят. Ну когда занят, действительно да, а также ж неудобно. И приходилось всё-таки тратить массу времени на какие-то объяснения и пояснения людям, что вопрос крайне глупый. Будущее предрешено лишь тогда, когда мы им не управляем и когда мы ничего не делаем. Но если мы вкладываем в него внимание или кто-то вкладывает, оно формируется таким образом, ну как мы к этому стремимся. А так очень легко. Вот на монетке ответил, я не нарушаю законов, я не гадаю, я просто человеку объясняю. Вот элементарно и просто. Ну хочешь, задавай вопрос какой-то, к примеру, давай на монетке покажем, чтобы люди поняли, как это работает. На короткий промежуток, он самый быстрый. Да. Ну, например, на сегодня допустим. Буду ли я сегодня кушать мороженое, например? Блин, я тоже хочу. Так, смотрим. Да, видишь? Ну не факт. Вот правда, да. Ну не факт, судя по всему остальному. О чём это говорит? Вот монетка показала — да, но выбираешь ты. Никто тебе не запретит заехать в магазин, купить мороженое и скушать, или дома посмотреть в холодильнике наверняка где-то там что-нибудь есть. Но никто тебя не заставит, и уж тем более монетка, скажем так, съесть это мороженое, если ты этого не захочешь. Так же? Так же. Кто принимает решение — монетка, гадалка или гадатель в данном случае, или ты? Конечно же, я. Ну вот видишь? И вот этот принцип работает как на микро, так и на макро. А если говорить, что это, допустим, не только мой выбор, а если это, скажем, много людей и в далёкой перспективе? Ну, например, можно ли поинтересоваться, что будет через 50 лет, например, будет ли через 50 лет существовать человечество? Давай о монетке спросят. Ну и людям интересно. Ну и как теперь это понятие? Ну я думаю, есть одно объяснение, что всё-таки всё в руках человечества, в каждом из вас. И неважно, когда вернётся монетка и что она покажет, важно то, что решим мы. Вот какое мы решим будущее, такое мы и построим. А если мы ничего не будем делать, то оно останется таким, какое оно есть, но ненадолго. Выбор, друзья мои, за нами, а не за какими-то монетками и всякими нарушениями физических законов. Так что, друзья мои, давайте любить друг друга. И спасибо, что были с нами.